Аплодисменты 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 Поэтому вот уже даже есть такая штука, куда тоже можно складывать записки. Но если кто-то захочет после минут 15-20 моего выступления, мы сейчас будем смотреть еще и видео и так далее, задать вопросы, то можно это делать от микрофона посередине от центра. Ну что же, я вообще хочу сказать, что я не занимаюсь тем, что провожу вечера, встречи и так далее, это единичные истории, потому что первый мой такой опыт был в Тель-Авиве, я выступал там, буквально накануне всем известных событий, 26 сентября я выступил, 7 октября всем известные события, ну что сказать. Тем не менее, люди, те, которые пришли на вечер, они в общем были довольны, потому что это непосредственно общение, оно в каком-то смысле продолжает наше общение через экран компьютера. Это в общем онлайн общение, а теперь в оффлайн общение. Вещь незаменимая, потому что я много раз отвечал на этот вопрос, у всех представление о том, что перед компьютером сидит маленький такой собедный еврей, который очень маленький, он что-то рассказывает, над всеми издевается и так далее. И когда люди меня видят вживую, я буквально даже сейчас в Нью-Йорке, я там на Таймсквер, ко мне подходят люди и удивляюсь габаритом и говорят, а вот хорошая была встреча, тут какая-то роза трак, она сказала, я из тебя сделаю трамписта. Я не стал уточнять, как она это собирается сделать. И тем не менее, такие встречи мне кажутся очень-очень полезны, не только для развития канала Фейгенлайф, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, нет вопросов, которые нельзя задать. Я постараюсь это сделать максимально сжато, чтобы успеть как можно большему числу людей ответить, но непосредственно общение, если вы от микрофона будете задавать вопросы, я с удовольствием на это отвечу тоже. В течение всего прошедшего 2023 года, я, вот еще разыскиваемое лицо, теперь еще и арестованное, посещал Украину, я ездил на передовую. Это прифронтовые города, прифронтовые города, две поездки в мае и в ноябре. Я проехал практически все участки фронта, кроме Авдеевки, туда меня не пустило руководство ЗСУ. Несмотря на мою аккредитацию в ЗСУ, я как политбеженец, не секрет, что я живу во Франции и получил статус беженца политического. Сейчас у меня на руках нет российского документа, только французские документы. Тем не менее, они посчитали небезопасным нахождение там, но я надеюсь еще в этом 2024 году побывать на передовой в районе Авдеевки. Для того, чтобы нам было более содержательно продолжить разговор, может быть, эти видеозаписи вы видели, я с удовольствием вам их сейчас еще раз покажу. Мое посещение Часов Яра, Купинска, Херсона, Орехова и других. Давайте вместе посмотрим на экран. Ну вот я на фоне стеллы в самом центре города Часов Яр. Это в нескольких километрах от Махмута, от самой передовой. Всем пока. Остатки школы. Мало что осталось целого. Ну вот. Какие дела. Сегодня у меня был 24 года. Очень много. Эксимность возросла. Всем пока. Всем привет. Я в центре Курганской. Известное место. Традионический музей. Ну, то, что было музей. Сейчас вот здесь. Зеркальный, наоборот. Ну, в общем, музей не будет сейчас. Ну, так музей, как того, как и нет. И российские войска решили разрушить. Так что, люди в Купинске есть, но немного. Основная масса именно эвакуирована, все-таки. Да. Музей клинический. Давайте немного. Вот табличка. Ну, тут мы сходили взять. 28 месяцев, и посмотрите. Результат на каком-то. Всем привет, друзья. Центр Орехово. Нахожусь прямо здесь. Вот администрация города Орехов. Известный постамин с гербом. Тоже. Ну, что сказать, города нет. Город весь разрушен. Место знакомое, особенно, поскольку именно отсюда выничтать началось на юге наступление в Запорожье. Вооруженности Украины. И продолжается. Еще. А до Токмака здесь вроде как 10 штукеров. Ничего. Но Токмак еще под российскими войсками. Оттуда, кстати, открывается дорога на Медитополь. Кстати, на юге потеплее. Дожди, конечно, но потеплее. Такие вот дела. Ну, еще включусь с другого места. Всем пока, ребята. Всем, кто из Орехово, я даю вам привет. Пока. Ну, что же. Вот самая центральная улица Орехово. Все разрушено. Здесь был пункт из оламности. Попал в САП. Гражданский в Червене тут было. Вот. Всем передают привет Ореховские собачата. Они со мной сегодня. Вот. Сюда можно. Даже. Это здоровый шарик. Вот. Тут у нас в составе три. Вот. Сейчас тоже хочется попозировать. Смотрите. Идем сюда. Шарик, шарик. Вот. Идем. О, в кадр. Вот. Ройка. Две. И я себе. Что это? Ну, Орехово, конечно, нет совсем. Сейчас мы говорим. Это же центральная улица. Орехово. Он все приседает, что там. Что там. На окраинах. Такие вот дела. Ну, давайте. Знаете, что я вам покажу? Покажу еще вам какой-то учреждиный. Тоже совершенно разваленное. В Орехово. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас поглядим. Давайте. Какой вам трэш-трип. Сделаю вдоль линии фронта. Так. Ну-ка. Сейчас посмотрим. Каштанчики. Типов, кстати, сегодня. Ага. Державка. Казначейская служба. Ну, правильно. Ее и надо. Ну, надо говорить. Кузьба. Вот. Ну, что, друзья. Вот въезд в город Орехов. Важное место для украинского конкурного сутбина. Именно отсюда. Оно началось на юге. Это в Морожеской области. Прямо здесь, на этой точке, где мы находимся, несколько километров. Это передавая. Вот. И, собственно говоря, до Токмака совсем немного. Не могу говорить сколько. Ну, небольшое расстояние. Много здесь техники. В основном военные. Никого другого. Потому что... Фронт. Ну, подстреливают. Да, это тоже. Ну, в общем... Как будет, как будет, я вам еще расскажу. Сейчас придется уйти. Ну вот, наконец, мы доехали до Ферсона. Сегодня выложим несколько видео из города, от берега Днепра. Надеюсь, больше у вас сложится представление, более верное о том, что тут происходит. Потому что мы столь много времени посвятили изучению, когда город был занят, оккупирован, потом где оккупирован, что лишним будет эту географию изучать не по карте, где постоят, а непосредственно. Так что, следите за моим видео, которое я буду выкладывать. Ну, что же. Центр Херсона. Наконец, я добрался до самой южной точки. Самый центр Херсона, известное место. Собственно, здесь закончилась оккупация оккупацией Херсона российскими войсками. Здесь Зеленский принимал эту деоккупацию, освобождение города от российских войск. Место особенное. Надо было уже сюда попасть определенно, но вот удалось это наконец сделать. Мы записываем в городе часть материалов, видеоматериалов, которые я в дальнейшем выложу. Передаю всем своим зрителям привет. Как и обещал, наконец уже до Херсона я добрался. Ну, запомнил. Кстати, за мной детячий кинотеатр, а он администрация. Ну, так, трюльбой меня все в порядок. Ну, вот. Здесь за спиной у меня Днепр, Херсон. и добрались мы до этой точки. За моей спиной, если вы видите берег Днепра, он простреливаемый, там серая зона, туда нельзя попадать непосредственно. Но, тем не менее, вот, сейчас мы вам покажем, как он выглядит. посмотрите берег Днепра. Дальше уже Олежки, немножко вбок. Позиция уже у нас сила Украины. До позиции российских 4 километра максимум в один сейчас, ну, 5-4 километра острова. Вот. Такая вот диаграмма. Все? Всем пока. Аплодисменты Ну вот, я решил все-таки возобновить. Наверное, многие видели эти записи, которые я выкладывал у себя в социальных сетях, в Инстаграме и, собственно, демонстрировал в Ютьюбе. Мне кажется, что это очень важно было поговорить сегодня об этом. Кстати, к слову сказать, сегодня наш вечер это же не обычное мероприятие какое-то коммерческое. Разумеется, если нет, все средства, которые я получаю от своих выступлений, я перевожу в фонд Елены Зеленской и с этого вечера тоже 5 тысяч долларов. Мы не можем не заплатить за аренду зала, потому что никто не будет ее предоставлять там за дурь бесплатно, а все, что касается меня, я все перевожу Елене Зеленской в ее фонд и там, насколько я знаю, эти средства используются для помощи детям из Украины и беженцам и много кому еще. Какая-то часть идет на помощь раненым украинцам, я думаю, что об этом надо обязательно сказать. Ну вот, смотрите, на самом деле я бы сказал, что два года войны, мы приближаемся к годовщине, важная дата, поскольку люди, которые на дистанции, на таком религиозном расстоянии наблюдают за происходящим, не всегда могут составить целостные впечатления. И задача таких, как я, все-таки в том, чтобы довести эту информацию до людей, чтобы они узнали, как все происходит на самом деле, чтобы это был неискаженный взгляд на реальность войны. Она ужасающая, безусловно, потому что в эти записи, например, я не смог включить цензурированные даже соответствующими службами ЗСУ, там, из госпиталя, с передовой, вот я снимал тоже, но это нельзя показывать, поскольку у этого есть ограничители, поскольку это представляет оперативную информацию, но я могу свидетельствовать и думаю, мне достаточно авторитетно как блогера, как общественного значимого лица, что это действительно война, в полном смысле слова, ужасающее событие. Виновников ее мы хорошо знаем, это российская власть, это конкретно Путин, это его окружение, это силовые ведомства, сами военнослужащие, которые, будучи мобилизованными или являясь профессиональными военами, убивают украинское население, убивают украинских солдат, вторгшись в свежую землю. И говоря об этом, мы лишний раз даем возможность и тем, кто, может быть, не до конца понимает, что происходит, или хочет заблуждаться в том, что происходит, давать достоверную информацию, чтобы эти люди свое отношение к войне меняли, не считали ее чужой для себя, не считали, что это где-то очень далеко. И это касается людей, которые не связаны, может быть, даже с теми, кто сидит за ним. Но соучастие и попытка изменить положение вещей является важнейшей задачей, которой мы держимся. Ну что же, давайте мы не будем долго тянуть, давайте будем отвечать на ваши вопросы. Да, старости. Давайте начнем с тех вопросов, которые мне приходят в записках. Вот, дорогой дядя Марик. Роза продолжает. Можете ли вы изменить свое решение и баллотироваться в президенты РФ? Могут ли ваши сторонники как-то повлиять на это решение? Спасибо, Алексей Литвинов. Трак-драйвер, между прочим, Сиэтл, Сатур Шентон. Смотрите, этот вопрос относится к моей инициативе о проведении альтернативных выборов. Я более развернув на это отвечу, потому что этот вопрос, видимо, будет и дальше задаваться. Мне кажется, что будет правильно, я себе поясню. Вы знаете, я долго наблюдал за всем, что происходит. Вот нет такой организации оппозиционной, в которой бы я не состоял. Честное слово, в руководстве всех мыслимых, немыслимых организаций за эти десятилетия я был. И в солидарности с Немцовым, кстати, лично Немцов меня туда пригласил, я был в президиуме, я был в форуме свободной России и бесконечно. И все одно и то же, все одно и то же. Мы делали одно и то же, одно и то же, одно и то же. Пытаться повлиять. Я всегда бы котировал выборы и выступал за то, чтобы мы не действовали по путинским правилам в течение четверти века. И я понял, что это бесполезно. И в этот раз происходит ровно то же самое. Я знаю, допускаю, что сейчас в зале присутствуют люди, которые поставят подпись за кандидата Надеждина и возможно вас разочарую, сказав о том, что Борис Надеждин выдвинут администрацию президента и поддерживается именно ею. Он бывший сотрудник Кириенко, Сергея Кириенко, который первозаместитель, заведует внутренней политикой. Мне не хочется вас расстраивать, но будет все так же, как Собчак и Прохоров. Понимаете? В этом как бы непреодолимая беда. И собственно, отсюда возникла эта идея, обсуждавшаяся почти два года, со специалистами, которые пришли ко мне и сказали, что надо проводить в общем альтернативные выборы, можно сделать это. Я никогда не верил в техническую возможность, потому что как через интернет, как людей регистрировать, как проверять, верифицировать их. Они сказали, это единственный путь, это через биометрию. Другого пути нет. А как ты узнаешь за той частью компьютера, кто сидит, и сколько раз он нажмет на эти кнопки, и за кого он проголосует, и как является самым гражданином России. То есть биометрия это единственный выход. И поэтому мы запустили эту техническую часть, она еще не началась. То есть через Marketplace мы регистрируем приложение. Google пошел на встречу и зарегистрировал это приложение. Мы ждем, когда это сделает Apple Store. Как только они будут зарегистрированы оба, ну то есть approve этих ревью, мы их выложим, и начнется публичное тестирование. Мы открытый код выложим, и до того, пока мы не удостоверимся, что личные данные, персональные данные людей, которые через приложение на своих смартфонах, на Android или на Apple не удостоверятся эти люди, так сказать, специалисты, эксперты, потому что эти данные не уходят никуда. Мы это не начнем процедуру. Это невозможно. Если вдруг выяснится, что там есть баги или какие-то проблемы, связанные с работой приложения или персональные данные будут уходить, я закрываю проект. Ну, во всяком случае, на то время, пока не будет найдено техническое решение. 35 миллионов паспортов в России с биометрией выданы. Это огромная цифра. По сравнению с путинскими выборами, это, поверьте мне, гораздо более репрезентативная выборка. Но, поскольку никто за это не взялся, я бы предлагал Мишу Федорковскому, я бы предлагал другим, значит, видным оппозиционным деятелям, у каждого свои мотивы, почему этого не делать. Иногда рациональные, иногда разумные, иногда абсолютно логичные. Но в конечном итоге я выступил неким арбитром. Ну, представьте, арбитр, который инициировал проект и запускает его, не может быть его участником, он не может сам себя выбирать. Поэтому, конечно, никуда баллотироваться, никаких альтернативных выборов я не буду и не веду в этом своей задачей. Моя миссия в том, чтобы организовать процесс, а не занять какую-то бессмысленную клетку. И я вам даже больше того скажу, даже если это будет удачный проект на первом этапе, задача перед ним стоит не выбрать альтернативного кандидата в президенты или президента России, да, а задача, чтобы заработала технология. А дальше мы можем каждый день проводить эти выборы, понимаете, и референдумы. Поэтому, на самом деле, дело не в персоналях, а дело в системе. Нужно построить альтернативную действующей власти систему выборов. Мы же в 21 веке инструмент интернет, связанный с ними, блокчейн, да, это современный инструмент, их надо поставить в угоду гражданскому обществу, а не власти, которая сама эксплуатирует дистанционно-электронное голосование, если вы следите за повесткой, именно так оно спаразитировало на этой технологии, и сегодня, между прочим, в России дистанционно-электронное голосование есть, но какой нормальный человек поверит, что они реально кого-то выбирают. Никого не выбирают. Выборов нет как таковых. Они просто объявляют результат, они подменяют результат выборов, они даже уже не фальсифицируют, в этом нет необходимости. Зачем возиться какие-то бюллетени, а не вторые? Они в систему газвыборов закладывают одни цифры, а объявляют вообще другие. Поэтому, да, я никуда не баллотируюсь, вижу свою задачу в том, чтобы помочь наладить процессы. Мне кажется, это более достойная задача, нежели удовлетворять какое-то свое честолюбие. вот как мне кажется. Аристотический в зале есть? Нет? Повесил! Нет? Да, вот тут вопрос. Уважаемый Марк, октябрь 2023 уже прошел, Космач обещал ведь. Ну что я... Да я сам хочу, чтобы он сдох быстрее, понимаете? Ну как? Иногда вот мой приятель Соловей, Валерий Дмитриевич, который постоянно его хоронит через день, понимаете, Путина, он паразитирует тоже, злоупотребляет настроение и желание как можно быстрее отправить на тот свет этого пляшевого. Поэтому, ну что сказать? Ну не получилось в октябре, может когда-нибудь дальше получится. Так, дальше, дальше. Такие. А, микрофон, микрофон, да-да-да, сейчас, 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 мне надо одновременно две работы делать. Не переживайте. Нет, вопрос микрофона. Да, да, давайте, просто я не вижу свет, я поэтому не все вижу, у меня зрение не очень, честно говоря, давайте. Давайте весь немного включить. Вот и ладно. Окей. Здравствуйте, Марк Захарович. Здравствуйте. Божае здоровье всем присутствиям. Не помешает. Ну, по-перше, хочу вас обвинить в том, что вы задержали меня в Штатах, 24 числа я должен был улететь домой в Украину. Во-вторых, хочу вас поблагодарить, потому что, благодаря вам, я имею возможность быть здесь, в Штатах, пройти лечение. потому что вы украинские в Украине. Аплодисменты. Я в Украине в Украине, да? А, все, да. Да, да, понял. У вас глазами было, вы же ветеран. Да, глазами, каратес. А, окей. Да, я помню, помню, мы просили, чтобы помогли вам. Я вас теперь тоже долго не забуду. Слава, слава. Вы, как человек, который называет вещи своими именами, я вас считаю специалистом по патентированным педранцам, я извиняюсь. О, да, да. Это ко мне. Ну, да, я по адресу. Как вы думаете, вот этот мудак Педрастович, какие у него шансы стать президентом? И не заплатили ли ему, почему он так быстро переобулся? Леша, ты здесь? Знаете, я понимал, что мне придется отвечать на этот вопрос. Признаться даже для меня, человеку искушенному в политике, честно скажу, это было неожиданно. Я не знаю, я как-то привык к тому, что люди последовательны и избегают манипулирования. В политике так нельзя, понимаете? В политике ценится принципиальность и последовательность. Когда мы делали совместные эфиры в этом дуэте, мы не исходили из того, что мы кем-то манипулировали, что мы кого-то определенным образом успокаиваем и так далее. Мы просто делали свою работу. Все же началось очень просто. Алексей Арестович выходил и у меня в эфирах до войны, начиная с августа 2021 года. Он приходил ко мне на эфиры, но, естественно, их не смотрели в таком количестве люди, когда началась война. Мало того, он приходил, уходил из администрации, имеется в виду офис президента, и позиция его, в общем, была, какая она и была. В начале войны она была стандартная, патриотическая позиция. То, что он производил такой эффект плацебо, ну, наверное, это относится к его каким-то исключительным качествам. Я понимаю, так сказать, что-то дано человеку. Но здесь важно даже не это, а важно, что он говорил. Он говорил и внушал уверенность в победе Украины, что делал, собственно, и я. Но я это делал не только из поддержки Украины, я человек пристрастный. Это очевидно, понятно. Но еще и потому, что я так видел, понимаете, мой анализ показывал, что никаких трех дней не будет, что Украину не захватят в три дня. И власть в России не способна захватить сорокамиллионную Украину. Я так считал. И точно я всегда считал, как и сейчас считаю, что у власти в России дудоеды, и это делало после, до войны, для меня ничего не изменилось, понимаете. И эти люди должны сдохнуть. Понимаете. Почему я должен считать по-другому? Но когда сам Алексей Арестович действительно, и это одна из причин была, почему мы с ним разошлись в августе прошедшего 2023 года, начал грифовать в какую-то непонятную сторону, тогда это было связано с тем, что он хотел быть оппонентом действующей власти. Окей, это нормально. Хочет он баллотироваться президентом, но им не станет никогда президентом и, естественно, никакой поддержки он в Украине не имеет. Это очевидно, но, смотрите, он в последних постах, я видел, заявил о том, что это у него такая форма манипуляции. То он пугает аудиторию, то он теперь перестает ее пугать. Так нельзя, это же война. это же не шоу, понимаете. И с моей точки зрения такое изменение позиции туда-сюда, туда-сюда, даже если оно объясняется какими-то задачами чисто политическими, он пытается таким образом активизировать аудиторию, поддержку к себе. Это недобросовестная манипуляция, на мой взгляд. Повторяю, на фоне войны. Поэтому мы с ним разошлись. Потому что я считал, что все проблемы, которые есть в Украине, конечно не есть, там и коррупция, и все остальное, но это потом разберутся. Война закончится и тех, кого надо, накажут, у кого надо, отнимут деньги. Но паразитировать на этом для того, чтобы добиться своих политических целей, это некрасиво, с моей точки зрения. Поэтому с Вистовичем я не собираюсь не встречаться, не проводить эфиров. Может я кого-то этим разочарую, но то, что закончено, закончено не всегда. Принципальные политические лидеры мировые, это скорее сказано про Трампа. Он очень принципиальный, от своих принципов не отступает. Почему Арестович как политическая проститутка каждый раз прогибается под действующую украинскую власть и большую часть моментов, 50% своей информации, он, ну, я как человек, который находился на передовой, я знаю, что 50% в эфире звучало, ну, просто неправда. Вы знаете, он имел доступ к сводке генштаба закрытой и частично он ее озвучил. Насколько она была достоверной или недостоверной, ну, это объяснялось тем, что невозможно рассказать всю правду в эфире. С этим можно было согласиться. Нельзя обманывать или манипулировать, но можно не договаривать. В конце концов, если это интерес к власти, он ее представлял, будучи общественным советником офиса президента Ермака, он имел на это право. Он имел на это право что-то не говорить. В тех случаях, когда информация не была достоверной, ну, опять же, это надо отнести к его представлению о том, как подавать эту информацию, понимаете? Это та издержка, на которую можно было идти, потому что все-таки достигался необходимый эффект. Я еще раз хочу подчеркнуть, несмотря ни на что, да, люди на передовой, я вот сейчас был дважды, когда в прифронтовых городах, мне офицеры это высказывали, и солдаты говорили, что да, вот тут нормальный чувак, а вот Арестович, мы его там поймаем за жопу и так далее. Я говорил, не надо этого делать. Вот. Те же претензии звучали, и мне писали, и мне говорили об этом. Но еще раз хочу подчеркнуть, здесь играло значение и роль то, какое он оказывал воздействие на, в общем, находившееся в шоке население Украины. Ему тяжело было пережить то, что происходило, и поэтому на самом деле заслуга его все-таки остается в том, что многим людям он очень помог, оказывая воздействие лекарственное, что называется. И с этой точки зрения частично это компенсировалось тем, что он иногда, видимо, говорил неправду или укрывал эту правду, потому что эффект политический и эффектно-информационный достигнут был. Нам удалось на какой-то момент, но я считаю, в 22-м году воспрепятствовать российской пропаганде, чтобы она подавила волю и сознание людей в Украине к сопротивлению. Вот этого не удалось, понимаете? Я вам напомню конкретно, я не абстрактно об этом говорю, когда Путин сделал два заявления в конце февраля, в самом начале марта, он говорил как, расходитесь по домам, вами управляют нацисты и наркоманы, зачем вам солдатам сидеть в окопах, понимаете? Было ли это попыткой давления, манипуляции, например, того, что вы занимаетесь бессмысленной работой и защитаете свою родину? Расскажите по домам, вам будет хорошо. Естественно, это было ложь, если бы всех убивали и расстреливали, но у него это не удалось в том числе, в маленькой степени, конечно, в зависимости от нашей работы, еще и потому, что мы не дали этой лжи укрепиться в сознании людей. Им говорят, да нет, не слушайся, пришел, ничего для этого не будет, все будет хорошо. И люди тем самым, они мотивировались на сопротивление и на войну. Ну, а то, что изменилась его позиция, понимаете, вот все эти вещи, они усугубились теперь. К сожалению, это так. Ну, что делать? Одна работа была сделана, жизнь продолжается дальше, к сожалению, война продолжается тоже, появятся новые герои, новые люди, которые смогут, может быть, сделать больше, так что ничего с этим уже не поделаешь. Я разумеялась перед присутствующим за то, что вы задерживали микрофон. Хочу поблагодарить Марка Захаровича, подарить ему флаг, подписанный на моем батальоне. на моем батальоне. АПЛОДИСМЕНТЫ, на моем батальоне. АПЛОДИСМЕНТЫ, на моем батальоне. АПЛОДИСМЕНТЫ, на моем батальоне. Воинов за сумму на реабилитацию, на лечение, на протезирование. Revive Soldiers Ukraine Тоже маленький презент Марк Захарович Спасибо большое Я сегодня не останусь в долгу Сегодня у меня Два подарка Для аудитории Один из них это Марка подписанная Залужным, как я и обещал С русским кораблем Вот Мы проведем Попозже тут небольшой мини-аукцион Настоящая Марка с настоящим Залужным, с кораблем, который Посылает в известном направлении Еще будет За оригинальный вопрос Машинка, на ней тоже Расписался Буданов Я с Будановым встречался, так что все нормально Не переживайте, это не я, Расписался Давайте ответим еще на несколько Вопросов, которые Мне в записках пришли Вот В догонку к вопросу О альтернативных выборах Вы говорите о том, что программный код В приложении для Идентификации участников голосования будет открыт Известно ли вам, что Разработчик может вносить изменения В программный код, в то время, как Приложение уже находится в магазине для скачивания Да, наверное, теоретически Это технический вопрос Это На этот вопрос лучше отвечать специалистам Но мы предусмотрим механизмы По которому, естественно, код не может быть меняться И, естественно, что Будет группа экспертная Которая будет контролировать Невозможность передачи данных Как я еще раз говорил Работа будет выглядеть следующим образом Человек прислоняет только Биометрию к глазку камеры С приложением В работе приложения, которое установлено на его смартфон И все данные остаются в его смартфоне Так должно работать приложение Я хочу сказать, что вот эта гигантская атака На идею проведения альтернативных выборов Вызвана именно тем, что это невозможно Никем контролировать И поэтому то, что сейчас Меня поливают из бронзбота в дерьмо Это связано именно с этим Хотя мы еще Не обнародовали этого приложения Мы не обнародовали код По одной простой причине Потому что Apple Store задерживает его регистрацию Других причин нет Мы бы давно уже все выложили Но Apple Store проверяет Как раз в соответствии Тем заявленным характеристикам Нашего приложения О том, что персональные данные Не скачиваются Они не уходят из смартфона Пользователя Пока они это не проверят Пока они не удостоверятся Не оттестируют Они, конечно, наше ревью Не опрубят Поэтому нам надо еще немного подождать Все эти проблемы уместны Как они изложены в записке зрителя Они имеют под собой основания Но мы будем решать задачи В порядке поступления Понимаете? Мы не можем сейчас сразу все решить Как я уже еще раз сказал Те граждане России У которых есть паспорта с биометрией Их 35 миллионов все-таки выданы Если они примут участие в голосовании Только в тот момент И после того, как мы эти приложения обнародуем И я смогу убедиться И вынести вердикт о том Что они безопасны Если я увижу Есть хоть одно сомнение В том, что эти данные Могут хоть куда-то уйти Совершенно не обязательно Что они могут уйти в Россию Они могут уйти в ЦРУ или СБУ Хотя это менее опасно То проект не пойдет дальше Понимаете? Он закончится Вот такие правила игры Так, у нас что с вопросами? Пожалуйста Здравствуйте, Марк Захарович Очень рада вас видеть Смотрим вас уже вот два года Слава вам Каждый день Не дня без Фейгина Знаете, как это Будет говорить про малую землю Пойду тоже почитаю Хотелось бы задать такой вопрос Вот все знают, что война Это деньги И ВПК многих стран Сейчас наращивают свою работу И все знают, что это Невыгодно делать в короткую То есть не может ли быть Это причиной того, что Украине не дают выиграть быстро То есть Как вы думаете? Спасибо Сейчас гигантская проблема есть С финансированием Не мне вам ее рассказывать В Соединенных Штатах Идет предвыборная кампания Ну, фактически начинается Пока это праймери С республиканской партии К сожалению Вопрос о выделении помощи Украины С одной стороны Если говорить о конкретном Конкретных причинах Стал разменной монеты В споре между демократами И республиканцами На мой взгляд Это совершенно необоснованно Как я уже говорил Где американская граница И где вопрос Украины И войны Понимаете? Я не понимаю Как можно эти вещи связывать Давайте будем честны 60 миллиардов Это же копейки Это ничтожные деньги По сравнению с тем Какими являются расходы Бюджета Соединенных Штатов Я не говорю о том Что их обязательно надо тратить На Украину Я-то как раз считаю Что те 300 миллиардов Которые заморожены Государственных активов Они должны быть потрачены На Украину Они должны перейти В бюджет Украины И на военную помощь На финансирование Социальной, экономической И всякой другой Сферы деятельности государства Есть эти деньги Почему же так нерешительно Действует власть Чтобы не конфисковать И не передать эти активы Украине Это же проще Это же проще Это живые деньги Не надо спорить О том Согласятся ли Наглоплательщики Американские финансировать Поддержку Украины Понимаете Я думаю Констерология Уместна здесь В том ее смысле Что В течение Вот этого 23-го Прошедшего года В Соединенных Штатах Позиция менялась Она менялась Это мы видим Саммит В Вильнюсе НАТО Он это продемонстрировал Безучастно К сожалению Нынешняя администрация По-видимому Не готова Одномоментно Помочь Украине Решить все эти проблемы Ну Судите сами Не быть голословным Бог с ним 60 миллиардов Это я согласен Это еще спор Между Странами в Конгрессе Демократами Республиканцами Там есть Группа тех Кто выступает Резко против Выделения этой помощи А вот самолеты В 16 Которые Решения Они приняты 10 раз Повторены 20 На Ранштайне На других саммитах Говорили Что к январю Они должны поступить А сейчас уже говорят В течение 24-го года А почему так А почему только В 24-м году Это же обещания Не взятые Украиной Не данные Украины Это обещания Которые даны Были собственно Соединенными Штатами И их союзниками А почему их надо Задерживать Эти обещания С исполнением Вы же сами взяли Это на себя Обязательство Ну только исполните их Это же разумно Все знают Какие вооружения Находятся в пустыне Мохава Да Старые вооружения Новые вооружения Разные вооружения Которые Пылятся там Почему бы их не отдать Украине Почему бы не дать Возможность Вооруженным силам Украины Продолжать Войну эффективно Используя Эти американские вооружения Почему этого не сделать Наверное У этого есть то объяснение Что ряд Представителей Эстеблишмента Американского Не считают Возможным Так вовлекаться В войну С Россией Доведя ситуацию До степени До ситуации Когда Москва Может прибегнуть К использованию Ядер наружу Или чего-то еще Это поверхностное Объяснение А по сути Мы видели Что имело место И договоренности Определенные В канун войны Осенью Бернс Глава ЦРУ Ездил в Москву О чем-то договаривался НИСВИК Публиковал О том О чем были Эти договоренности Я не принимаю Как они были Субъединены Потому что Москва Говорит Это будет Полицейская операция Так Кончилось тем Что уже Полмиллиона убитых Но ничего себе Полицейская операция Значит Явно здесь Присутствует Некий элемент Сговора Я не говорю о том Что это Сговор Против Украины Со страны Соединенных Штатов Я имею ввиду Это нельзя утверждать Но Это неправильно Потому что Есть боязнь В Вашингтоне Перед возможными Резкими переменами Во власти в России Кто-то скажет Умозрительно Я часто повторяю Этот пример Вы посмотрите В двух столицах Как мне сказал Посол Украины В Париже Испугались События 24 июня С маршем Пригожи В Москве В Вашингтоне Вашингтон не заинтересован В резкой смене власти В России Он считает Что он ее контролирует В гораздо большей степени Договаривается В гораздо большей степени Чем если бы К власти вместо Путина Пришел кто-то более радикальный А я сторонник хаоса Я считаю Чем быстрее в России Возникнет хаос И гражданская война Тем более Быстрее решатся Все проблемы Не только в Украине Но и с другими вопросами В Израиле Например Кстати Вы удивитесь Не быть Москвой Может и событий 7 октября бы не было Так что я вижу Это так Да Слушаю Марк Захарович Я вас О вас только узнал Два года назад То есть Даже не мало И Во-первых Ремарка Две ремарки Я русский Выучил заново За эти два года В том числе И за ваших эфиров Я уехал из Украины Из Одессы Когда мне было 8 лет Я переехал в Израиль И русский Совсем там Забыл Было не Да А вторая ремарка Хотел бы вас попросить Как Не знаю Тут представители Более молодого Поколения Попросить Не пользоваться словом На Пи-пи-пи Потому что русский Он довольно богатый язык О да Это Других Как бы Немного Спасибо Мой вопрос Он такой Я на прошлой неделе Услышал эфир Шей Тельмана Он там говорил Про фильм 20 дней в Мариуполе Не знали Вы смотрели Только сейчас Он представляет На Оскар И он Заново Мне напомнил Как все началось И что Мне там поразило Что Все фильмы Все в этом фильме Говорили Первоначально На русском языке Никто там вообще На украинском не говорил И как Этих людей Обломали Никто не хотел Этих русских там Видеть Никто их не хотел Чтобы у них Приезжали Что вы думаете Если вы смотрели Этот фильм Что бы вы сказали На меня он очень Впечатлил Ну я Без этого фильма Не видел Хотя слышал о нем Такие фильмы Заслуживают Оскара Потому что Извините Говорить о том Что Оскар Безразличен К политической стороне Но это неправда Оскар политизированная Особенно в части Документальных картин Премия Это было бы Сильно помогло Вот Но Я хочу сказать следующее Действительно Мариуполь И ряд регионов Востока Украины Это были русскоязычные регионы Я был там Вот В мае Я проехал практически Весь Донбасс Донбасс Я был во всех Крупных городах То есть Это не только Часов Яр Это два километра От Бахмута Где-то по дороге Ну те кто из Украины Может быть знают Это очень большое расстояние На первой записи Видно было Там шел Беспрерывный обстрел Беспрерывный обстрел Обстрел В день когда я Я уехал где-то Через два часа А погиб Французский журналист Вот Ну я живу во Франции Меня охраняет Французская полиция Вот И Я обсуждал это И мне Показывали по телевизору Это молодого парня Он просто попал Под удар По телевизору Просто Где-то недалеко Там где мы были Ну это Как бы Непрогнозируемая вещь Это может попасть Куда угодно Потому что Обстрел Такого Город Небольшой Часов Яр Он малюсенький Но если по нему Лупить из снарядов То конечно Куда-то это и попадет Что касается Донбасса Там ведь в основном Русскоязычное население Краматорск Славянск Константиновск И так далее Только оно Граница Харьковской области Туда дальше чуть-чуть Я был в Изюме И дальше Это все русскоязычные города Очень мало Украиноязычных населения Было А сейчас меняется Это Я разговаривал там с людьми Люди начинают изучать Украинский Отказываются от русского языка Всю причину Которую мы сказали Что же это за русский мир Который пришел Освобождать русских Убивая их Это очень неэффективный способ Да Мы как бы Довторяем банальные истины Раз за разом Но это же самоочевидно Что Никто В Кремле Не собирался Никакой Общину Русскоязычную Или русскоязычное Население Освобождать Им наплевать И на русскоязычное И на своих русских Наплевать так же Это не вопрос И не причина Того Что это Требует Освобождение Населения Которое кем-то Угнетается Преследуется Дискриминируется Это ложь Ложь от первого До последнего слов Главные Кто пострадали В результате Этой войны В феврале 22-го года Это само Как раз Русскоязычное Население Востока Украины Они первые Кто пострадал Они вынуждены Были оттуда Бежать Ну я не говорю О всей территории Про нацистов Бандеру И так далее Это просто Педалированная Пропаганда И не более того Ложь Но Мне кажется Что в результате В ходе Этой войны Как раз таки Исчерпано Будет Все Русскоязычное Русское Начало В Украине Это не значит Что люди перестанут Говорить по-русски В Киеве Говорят по-русски Никаких проблем Но Война Ставит тот след Что когда Вот сейчас Сносят память И переименовывают Улицы А что вы хотели А как Вы что хотели Чтобы Наряду Вот со всем тем Что происходит У кого-то погиб Брат, сын Там еще на войне Кто-то пострадал Когда в дом Прилетела Ракета И думает Что А что же вы так Памятник Пушкину Сносите Да это хорошо Что вы только С памятниками воюете Да слава богу Потом когда понадобится Украина Сами поставят Хоть сто памятников Когда они сами решат Что им нужен язык В каком объеме Он сам себя защитит Это не собственность Путина Видите ли Он защищает русский А кто тебе дал право Защищать русский язык Или еще что-то Ты кто такой Для того Чтобы брать на себя Эту миссию Но к сожалению Мы ничего не можем Сделать С той точки зрения Что Процесс этот Будет идти и дальше И глубже От всего русского Будет отказываться Но повторяю У этого будет Продолжение В том его смысле Что Когда все завершится В самой Украине С этим разберутся Без участия Соседей с Востока Или каких-то еще Сил которые будут Навязывать Давайте вы делаете Так или эдак Война Она определяет Совершенно все по-другому Так что С высокой степенью Вероятностью Вообще все Что связано с Россией Будет из Украины Вынесено навсегда Скорее всего так Лучше 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 Так Надо Звучить Добрый вечер Марк Меня зовут Константин Ефремов Я тот Российский Офицер Который Бежал Из России Не стал Убивать Украинцев Отказался Участвовать Это Гуагуне Так понравилось Да Через Осечкина Совершенно верно Да Окей Когда я узнал Что вы Посетите Нью-Йорк Я приложил Максимум усилий И я И моя мама Мы Ваши подписчики И У меня нет Вопроса У меня есть Просьба Я потерял Все Кроме Совести Когда Принял Решение Говорить Все Что я там Видел Чтобы Свидетелем Чего Я не смог Забрать Свою мать И Здесь Мне приходится Не очень Просто Но я Ни о чем Не жалею А Хочу попросить Вас Передать привет Моей маме Она будет Нас смотреть И Ей будет приятно Спасибо Ну что Конечно Я передаю Привет Вашей маме Вот вы сказали Я все потерял Слушайте Вы оставили совесть Это гораздо больше Поверьте мне Все остальное Материальное Сгинет На страшном суде Смогли бы перевести Машину Или счет банковский И вообще Не будет иметь Никакого значения Поверьте мне Гораздо более важные Вещи там Играют значение Так что не жалейте Так что не жалейте И о чем Я кстати Я сбежал Из России В 20-м году С 100 долларов У меня в кармане Было 100 долларов Просто ничего не было Все нормально Спасибо Марк Приятно было С вами познакомиться И До встречи На Бернинг Мэде На Бернинг Мэде Да Кстати Об этом надо сказать Что В августе Мы проводим Там будет На Бернинг Мэн Фейген Берн Кэмп Он меня же будет Отличаться от того Что происходит на Бернинг Мэне Честное слово Вот Почему мы это делаем Потому что туда Приедут люди И из России Правильные люди Пусть они посмотрят Мы это покажем Как живут Свободные люди Ну Каждый Принимает свободу Как хочет Мы им там не навязываем А это дело Лично каждого Но Идея эта возникла И ей занимается Целая команда В Лос-Анджелесе Именно для того Чтобы продемонстрировать Что можно жить свободно Никому не мешают люди С одной ориентацией С другой Это какая нам разница Какая нам люди Ориентация Это нас вообще Никак не касается Почему они из этого Сделали жуту В конце концов Люди свободны Вот как живет Свободное общество Бернинг Мэн В этом смысле Такой резкий Да Но Важный показатель Здоровья общества До известной степени Потому что Люди могут себе позволять То или это Если они чувствуют себя свободными Россия в нынешнем виде Абсолютно не концлагеря Ну конечно Это не так Что жгут в печах Нет Это не так Но человек Который живет В нынешней России Абсолютно Совершенно не свободен Я не просто Так это говорю Я это знаю Там живут Мои родственники Там в России Живут Мои друзья Знакомые Они все это Мне сообщают Что происходит Все помалкивают Никто сказать Ничего нельзя Перебежками Перебежками Что называется Ну в политических вопросах Так остальная жизнь Вроде течет Люди ходят на работу Там Не знаю Отдыхают Ну разве так можно жить Вот без свободы Вообще нормально Человек должен существовать Вот я всегда Зачем Экзистенциальный вопрос Что что А да Сейчас В феврале Они выдают Нам Какое-то количество Билетов По моему Администрации Берлингмена Они нас Зарегистрировали Кэмп И Можно будет Да Получить эти билеты И Приехать На своем транспорте Поставить палатку Вокруг нашего шатра По моему Это важное преимущество Я никогда не был На Берлингмене Как вы понимаете Вот И мы это все Уже сайт готов Мы все это опубликуем Ну а потом Жизнь скучная Почему Вам не приехать И не пожить там Космач Приедет Кстати Собирается Если вы Возвращение Будет там Опять вам рассказывать Сказки Когда Путин сдохнет Все равно Уже Как-то приятно На душе Да Пожалуйста Добрый вечер Мар Спасибо Что вы посетили Наш город Я живу 25 лет В Нью-Йорке Работаю В Нью-Йорке До этого я жил В Украине В Украине Родился в Украине Много проводил Времени В командировках Москва Ижевск Россия Очень много Я знаю Глубинку немного Как там люди жили Чем они дышали И вот 25 лет Жизни в Нью-Йорке Последние 25 лет Я работал В IT-индустрии В различных Банковских системах И мне повстречалось Два россиянина Две молодые семьи Я с ними довольно близко Познакомился Они были у меня дома Видели украинскую символику Я в миру Разглавлятый на украинский море Нема проблем Только на русском с ним Когда началась война Они прекратили Всякие контакты Со мной С моей семьей Без всяких разоглав И вторая Прямо была К вопросу К вам Как к россиянину Пришлось мне Десять дней Провести В конце прошлого года На одном из курортов Арабских Эмиратов Шикарный курорт Одни россияне Кругом Ходят на пляж Разговаривают Жизнь течет Отлично С айпедом Айфонами И говорят Что они хотят Бороться с западом И хотят бороться С НАТО Все западное Войны для них Не существует У них все в шоколаде А к вам вопрос Как к россиянину Знающему русскую душу Потому что я считал Что я тоже знаю 47 лет В Украине По городам различным Как вы считаете Какой процент россиян Да Они боятся Они запуганы Вот вы лично считаете Путин ведет войну Если бы он знал Что 80% россиян Ему докладывали Против войны Он бы остановился Как вы считаете Какой процент россиян Против войны Несмотря на то Что они ходят на работу Не бастуют И так далее И тому подобное И второй под вопрос Как вы думаете Почему эти два молодых человека Программисты Которые им помогали Было три Один остался порядочным А эти двое прекратили связь Просто потому Что я Украина Вот вопрос вам Как к россиянину Вы знаете русскую душу Ну во-первых Не жалейте Что эти люди Исчезли Туда им и дорогу Как говорится Зачем все жалеться Ну если они такие Я вот с такими Не общаюсь совсем Потому что А зачем это мне Что касается в целом Да Ну это феномен Безусловно Кто бы мог подумать Что нация Так повредится в уме Потому что Вот мне задавали Самый первый вопрос Как это все можно объяснить Зачем Ведь среднерусский человек В провинции А я уже по провинции Поездил Как адвокат Уж всякого Насмотрелся По тюрьмам По другим местам И по благополучным там Югу России В Харпе Я кстати был Недалеко от Северной Ледовитой океана И я вам хочу сказать Что Настолько Ужасающая Жизнь Бытовая Социальная Другая Провинция Русская Что казалось бы Ну сосредоточиться бы На ее улучшении Хотя бы минимальной Этой жизни Но это и раньше Такие проблески Были Что Они понимают Вот Среднероссияне Свою Миссию Некую Так Историческую Что В угоду Какой-то эфемерной Идеи Имперской Или реваншистской Можно принести Даже личное Благополучие Что многим Непонятно Совершенно Люди не могут Понять Как распределяется Шкала Этой иерархии Ценностей В голове Люди Причем Если вы заметили Исторически Всегда проигрывали С расчетом На какие-то Большие цели И задачи Был Советский Союз Раз В один день Не стало Где же ваш Советский Союз Ради чего Устроили Коммунистические Райки С путинской Россией Будет то же самое Вот у меня В этом вообще Нет никаких Сомнений Это кончится Распадом Точно таким же Масштабным Или менее масштабным Но это кончится Точно Потому что Так это не работает Люди С поврежденным Умом А вот смотрите Путин выступает И говорит Мы теперь Новую элиту Будем формировать Из вот этих Из СВО Вернувшихся ветеранов Это из КО Вот там Я вот слышал Уголовники Знаете Типа Маму убила Парень-то хороший Там за половички За какие-то Продал Там наркоманы Какие-то Я вот так думаю Как Бунины Отсылка Где значит Из КО Кого же они нарожают Ты елка Вот понимаете Как можно было На фронт Посылать человека Который там Кого-то резал Убивал И он едет И еще За то Что ему давали срок Его теперь награждают И кто-то скажет Ну это знаете Не все же такие Так эти именно Влияют на всех остальных В гораздо большей степени Они крепче Понимаете Они прошли тюремную школу Пенитенциарную Они безусловно Эту этику Заставят Выучить ее Следовать ей Тем обычно Мобилизованным И всем остальным И мы видим Эти дикие проявления Есть ли в России Нормальные люди Конечно есть Точно есть Абсолютно точно есть Которые не хотят войны Не хотят Путина Не хотят ничего этого Если посчитали Возможно Что Какой процент по вашему Смотрите Это умозрительная цифра Будет Но я скажу 10 процентов Или 15 процентов Как проверить ее Понимаете Как ее проверить Но нету ни социологии Нету ни Достоверных источников Кто-то фокус Группы могли проводить Насколько я знаю Гэллоп там пытается Проводить что-то Но Достоверных сведений Нет Так обычно бывает В тоталитарных системах При Сталине Поделился Вот вопрос Проведи Нравится вам Сталин Или нет Понимаете Приблизительно В такой же парадигме Находятся и вопросы В отношении к войне К Путина И всему остальному Но Даже если там один человек Просто один На все 140 миллионов И даже в этом случае Все не безнадежно Ну я утрирую конечно Но все равно не безнадежно Но этих людей Гораздо Кратно больше Могут ли Способны эти люди Повлиять на то Что происходит В нынешнем виде Нет Мы видим Что нет Стоит ли за них бороться Вот за этих Конкретных людей Я много раз приводил Примеры людей Которые сидят В тюрьмах Вот Барышев Барышев По моему Фамилия Из Калининграда У меня друзья В фейсбуке Обычная история Ну активист Демократический Все остальное Его сажают Дает 8 лет Сам на 4 терминальной Стадии рака У него была Мать живая Он там Еврей по моему Мать еврей Блокадница Ей было 97 Вы легко найдете Эту историю В интернете Естественно Его сажают По 207.3 Фейк против российской армии Ну моя статья А мать умирает Тут же Потому что его посадили Остается там Собес какой-то Пришел раз-два И она умерла Естественно Ну это само собой И сам он находится В тюрьме Его адвокат Уже уехал Его тоже преследовали Вот такой Барышев Оправдывает Вот тех Миллионы Идиотов Которые Значит Поют с голоса Экрана с телевизора Пропаганды Кто-то скажет Ну слушайте Арифметика здесь имеет значение Имеет Но еще и имеет И моральное начало Оно заключается в том Что у этих людей Все-таки Куда больше Обоснованностей Прав на то Чтобы определять Русскую нацию А не тех Ублюдков Которые Маму сначала зарезал Поехал в Украину Убивать других Понимаете Смотря кто Кто ее Репрезентирует Нацию Да к сожалению Сегодня так Как есть Сегодня у власти Такие же Уродолаки Ничего с этим Не поделаешь Может это Не навсегда Это может Наверняка Изменится Когда Никто не знает Но в любом случае Даже если в России Такие люди Остаются Значит борьба Не бессмысленна Совершенно Не бессмысленна И контекст вопроса Я так понимаю Что это обращено ко мне А почему возникают Такие как я Во-первых еще раз Такие как я Не единицы Это было бы Погрешить против истины Сказать что вот Людей которые Не приемлют Все что связано с Путиным А уж войну с Украиной Еще больше не приемлют Они есть Потому что Это их убеждения Вот у меня Это просто убеждение Больше ничего Понимаете У меня нет других Мотиваций Только убеждения Я не стану Украинским гражданином Я не буду жить в Украине Украина без меня Обойдется А вот сейчас Такие как я Должны повлиять На прежде всего Не на украинцев Они сами справятся Они сами знают Что они хотят А вот на тех Кто остался в России И ценность моя И подобных мне Именно повлияет На этих идиотов Кто-то скажет Это сизифа в труд Абсолютно бесполезная Но кто-то же все равно Это должен делать Даже ценой потерь Ценой потерь Поэтому Я не считаю Этот труд Не считаю Эту работу безнадежной Я полагаю Что у этого Какая-то Хоть и перспектива То есть Мы попробуем Да Пожалуйста Здравствуйте Меня зовут Иршат Хаби Так Я являюсь Лидером Татарской Национальной Партии Яна Рыж Это В переводе Значит Возрождение Республика Татарстан Является Колосом Той России Колосом На котором Держится Россия Убрав этот колос Россия Рассыпется К сожалению Если завтра Татарские власти Объявят О независимости Россия Посыпется Но к сожалению Там власти Такие Прорусские Это только В мечтах Значит Мы создали Десятки групп Готовых Внутри Татарстана Подрывной Деятельности Ведь Одна из важнейших Составляющих Войны Такой Которая сейчас Идет Это Подрывная Деятельность Внутри Врага Скажите Пожалуйста Есть ли Контакты Или Такие спецслужбы Или Которые Могут Помочь Таким Как я Ну Такой Организации Как у нас Ведь Пока Существует Россия В мире Отношение Национальную Национальную Платформу Все это Это было Погублено Людей Пересажали Кто-то Уехал Просто я Объясняю Аудитории Может быть Не все Интересуются Татарским Национальным Движением Я скажу Так вам Что Скорее Всего Во-первых Наряду с Общим Распадом Такие Республики Они должны Получить Право Я подчеркиваю Выбирать Судьбу И народу На территории Российской Федерации Как они Получили В свое Время В Советском Союзе Второй Распад Даст Возможность И татарам И башкирам Смотрите Какие процессы В Башкортостане Там Кстати Тоже Около 50% Башкиров И Чуть меньше Но Татары Живущие В Башкортостане Кстати Получить Возможность Самим Выбирать Судьбы Жить Быть Независимыми Отдельно Россия Не упадет Если Татарстан Станет Независимым Я вот Такую мысль Скажу Ничего страшного Если будет Страна Татарстан И Россия Будет И Татарстан Будет И так далее Поэтому Страха И опасности Вот нас Всю жизнь Пугали Распадом Никакого Опасности В этом нет И более Чем дольше Длится война С Украиной Распад Становится Даже более Желательным Он избавляет От будущих Проблем Да И посмотрите Там Война с Татарстаном Еще В России В Москве Поэтому Я Полагаю Что Нужно ждать Больших Глобальных Процессов Которые Позволят Национальное Движение Часто В Татарстане Обрести Свою Полноценную Голос Слово Независимость И так далее Что касается Деятельности Которая Могла бы Осуществляться Подпольная Ну Со мной На связи Находятся Группы Разных Людей Которые Пишут Мне Рассказывают Вот Ну Я Стараюсь Всем советовать Уезжать Я не советую Людям Которые Действительно Подпольное Движение В России Существует Оно Единичное Это в основном Индивидуалисты Организованные Группы Не могут Действовать Они Время От Времени Захватывают Сотрудники ФСБ Вот Сейчас Это все Через Украину Происходит Насколько Я знаю Ряд Групп Которые Участвуют В инициативах По Конгрессу Народов Угнительных Народов России И чеченцы Представлены И татары И другие Народы Они Пытаются Коммуницировать Даже Насколько Мне Известна Была Попытка Создать Татарского Батальона Внутри Мусульманских Подразделений Внутри Украины Мне кажется Это имеет Свою Перспективу Но ограниченную Потому что В конечном итоге Все цели И задачи Которые Можно Реализовать Они Находятся Внутри Самой России Потому что Украина Конечно Нуждается В людях Которые Участвовали В военной Отпоре Окупации Но Еще Больше Нуждается Украина В том Чтобы Запускала Внутри России Так вот Я и спрашиваю Контакты Контакты Мы как Нельзя Об этом Отделим Поговорим О контактах В любом Случае Я надеюсь Что процесс Будет идти С ускорением Давайте подождем Давайте наберем С терпением Так вот Я Несколько Вопросов Еще тогда Задам Которые Мне написаны Уважаемый Марк Вопрос По поводу Саакашвили Вы раньше Говорили Как обстоят дела Какова Вероятность Его Скорого Освобождения Спрашивает Алла Смотрите Алла Действительно Мы сейчас Об этом Публично Меньше Говорим Я на связи С его женой С некоторыми Политиками Из Грузии Коба на копе И так далее В основном Не из ЕНД Да Это Единое национальное движение Партия созданная Саакашвили У нас есть информация Что вот это Членство для Грузии У нас в этой зале Есть грузины Или из грузинской Общины Но О Едем Разговор идет Что договоренности Какие-то есть Об освобождении Михаила Саакашвили Он кстати Начал есть И там Чуть улучшилось Его здоровье В связи с этой Оптимистической ситуацией Ну Ограниченной Конечно Насколько я понимаю От Зуробишвили Нынешнего президента Грузии Добиваются Чтобы она Помиловала Михаила Саакашвили Перспектива Это есть Потому что Она помиловала Гварамию Который выступал У меня кстати На канале Он видный был Чиновым При Михаиле Саакашвили Был президент Последнее время Телестанции В Грузии Оппозиционной Вот Его выпустили Он уехал в Европу Он где-то сейчас По-моему Где-то во Франции Живет В Сразбурге Где-то что-то такое Поэтому на самом деле Я бы не сказал Я бы не сказал Что это нулевая перспектива Надо чуть-чуть Подождать Все это происходит На фоне Процесса В Грузии Неизвестно какие У власти Находится Промосковская партия Вот При том что Она вот бинарная Такая В ней внутри Есть некое начало Сугубо Значит Ангажированные Со стороны Москвы А с другой стороны Они хотят быть и европейцами Ну это вообще Амбивалентные Взаимоисключающие вещи На мой личный взгляд Ну тем не менее Посмотрим в какую сторону Это все вырулит Потому что цена вопроса Очень велика Если Грузинское руководство Правительство Грузинской мечты Не будет действовать В рамках договоренности И обязательств Которые они взяли на себя Ну там кончатся с санкциями Поэтому они этого тоже Хотят избежать Я думаю Что у Михаила Саакаши Есть шансы Быть освобожденным В 2024 году Давайте я сразу еще Алла задает вопрос Сразу отвечу Про Солонина Потому что Иначе я понимаю Что у нас тем не избегать Причем мне нравится Контекст вопроса Что вот Ну вот ответ Солонину В такой форме Который Фейгин Ну во-первых Фейгин никогда За слово в карман не лез Кто поспорит с этим Нет Это раз Во-вторых Заметьте Заметьте Ну как бы Это же интернет Это же Ютуб Там вообще-то Принято так выражаться Это здесь Если вы заметили Я ни разу не прибег К обсценной лексике Ну потому что На люди как неприлично Вот Поэтому на самом деле Ответил как ответил Какой вопрос Такой ответ А всего-то на всего Надо было повторить О том что сказал я Казнить Путина Лубянку закрыть Всех агентов наказать Сотрудников посадить Что здесь Что здесь Такого необычного Нет-нет Все что сейчас происходит Связано исключительно С альтернативным голосованием Со всей этой Работой Безусловно Администрация президента России Она запускает Несколько таких Фантомных Шаров В мою сторону Для того чтобы Погубить проект А как еще Вы его погубите Если не подорвете доверие К тому кто является Инициатором Этого проекта Если вы думаете Я так держусь За этот проект Если бы был бы Хоть кто-то Кто бы взял Из моих рук И сам занимался Я бы с удовольствием Его бы отдал И не занимался Всем этим Головной болью Она приносит Одни только издержки Если честно Но тем не менее Как это помните Герой Брюса Уиллеса Жалко что он такой заболел Говорит Ну это я оглянулся А никто не делает Поэтому я Последний герой Который этим займется В крепком орешке Да пожалуйста Добрый вечер Марк Захарович Добрый вечер У меня два вопроса Первый такой Вот вы много ездили Ну бывали В прифронтовых городах Украинских Показывали кадры Я вот когда их вижу У меня Казалось бы слезы Уже все выплаканы Но я все равно плачу Когда я вижу Вот остатки городов У меня такой вопрос Вы встречались с местными жителями С мирными местными жителями Ваше мнение Кто эти люди Вот я все время Задаю сама себе вопрос Не нахожу ответ Вернее Ну никто не говорит Кто они Вот в Авдеевке Сегодня говорят До тысячи человек живет Кто эти Люди ли это Которые по-прежнему Ждут русский мир Или просто Ну я не знаю По каким-то причинам Не могущее уехать Хотя я уверена Существует масса волонтеров Которые готовы вывезти их Из Авдеевки Из Часова Яра Я в прошлом году Год назад Видела интервью Какой-то Ну интервью У какой-то тети В Бахмуте спрашивали Ну вот почему вы не уезжаете Она говорит Так это ж украинцы стреляют Это было в Бахмуте Я говорю Ну может не год назад Может больше года назад Когда уже и так Все было ясно Если здесь Мои знакомые Которые Пророссийские У меня такие есть Это даже родственники Мне говорят Так это ж украинцы Сами себя стреляют А я говорю А ты поезжай Я из Одессы Я говорю А у меня муж в Одессе сейчас Я говорю А ты поезжай в Херсон И мой муж ездит в Херсон Иногда в Херсонскую область Немножко волонтерят Я говорю А ты вот поезжай Вот там Я говорю Твой двоюродный брат Троюродный вернее Вот поезжай к нему в Одессу И съезди с ним в Херсон И ты с вами глазками увидишь Откуда летят Вот мне интересно Кто эти люди Кто По-прежнему остается В прифронтовых городах Мирный Чем они живут Как они живут Что они едят Меня интересует этот вопрос Ну что касается Люди это самые обычные Самые простые люди С те с кем я общался А я в основном общался Все таки С проукраински настроенной Средой Людьми Которые Продолжают жить В прифронтовых городах Вот Где-то их больше Где-то меньше В Копинске есть В Орехове очень мало Вот Нас сопровождают Сотрудники полиции Как Ну Наряду с пресс-офицерами Вот Это не то что я там Один гулял Конечно Это большая делегация Вы знаете Я не встречал людей С Промосковскими Или там Пророссийскими настроениями Я вечно не встречал С ними не разговаривал Ну может так получилось Может они меня обходили Потому что Понятно какой я Вот И я таких людей В общем и целом Не видел Хотя допускаю Что они есть И там и там Кстати в Авдеевке До последнего Я в банкомат работал Знаете об этом Вот Что касается Как они живут Ну им помогают Волонтеры Они привозят продукты Медикаменты Кого-то вывозят Кого-то не вывозят Ну то есть В зависимости от желания Этих людей В Бахмуте Действительно до последнего Практически оставались люди Наверное Я допускаю Что кто-то есть С совершенно поврежденными Мозгами И там И считает Что приход российской армии Это спасительно Мы это видели С такими людьми В Мариуполе Или других мест Знаете Я всегда так говорю Если уж не говорим Об этой части Она очень незначительна Но она наверняка есть Мы даже Не пытаемся Так сказать Оспаривать Наверняка она есть Я помню Я помню В 2014 году Когда часто Вспоминаю Эпизод Я честно скажу Я не думал Что Москва Решится В результате Событий на Майдане На захват Крым Вот я Я считал Что это такое безумие Это такое Бессмысленное занятие Я даже несколько интервью Давал До этого Горе не дойдет Я Вот в этом промежутке Между концом февраля Начало марта Референдумом Писал Что вы делаете идиоты Как вы можете радоваться Приходу Вот этого всего Вот мы живем В этом дерьме Вы что хотите В Крыму жить В этом месте Очень наивно звучало Такой какой-то призыв Вы помните Украинские граждане Которые Вот это поддерживают С баянами танцевали Радовались Большую часть Я специально выяснял Те которые танцевали С баянами И там радовались В пескозырочках И так далее Они все У кого земля Отняли Там прибрежную У кого дом Отняли Кому пинка Под зад Ну как обычно В России В России Это вообще нормально Вот И вдруг они ощутили Вот именно так Жизнь Какую реально Приносит с собой Русский мир Если такие люди Есть Вот на этих территориях Так пусть они остаются Пусть 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 Ими займутся Там Вытряхнут Куда-нибудь Пусть Ну значит Судьба У них такая Узнать это На собственной шкуре Как говорится Мне вот не надо Это доказывать Я прожил в России Я боролся с этим Режимом Сколько мог И для меня Нет других Убедительных Доказательств Что будет Кроме моего Личного опыта Понимаете А я не просто Какой-то Средний гражданин России Я был адвокатом И участвовал Только в политических делах Я участвовал Только в политических Заключенных Ну украинских Политических заключенных Российских Политзаключенных И так далее Я других не защищал Я не занимался Никакими другими делами И мне ли не знать Каким трансформациям Подвержены люди Которые встречаются С тюремной системой Очень быстро у них Улетучиваются иллюзии По поводу всего остального Но сталкиваются с ней Не только в виде Пенитенциарной системы Но и вообще С реальностями русской жизни Путинская Россия И всего остального Дайте этим людям Насладиться Будущим русским миром Ну в конце Уже пусть остается Каково это Вдруг Внезапно Получить Славу И как вы Себя чувствуете Узнаваемым человеком Вам это неприятно Или наоборот нравится И если Вдруг вы чувствуете Что у вас Звездная болезнь Там Настигает Боретесь С ней как-то Или пусть будет Прожащихся Знаете Я вам Что хочу сказать Я в 22 года Стал депутатом Государственной думы Депутатом парламента Да Да Конечно Это касалось Только моего родного города Вы представляете Масштаб того Что творилось вокруг меня Когда в 22 года Я стал депутатом парламента Когда Морок советский Вундеркин Вундеркин Я абсолютно равнодушен К этому Я пережил Все возможные Внимания к себе Поэтому я Абсолютно Совершенно равнодушен Мне это вообще Не трогает Морок Из чувствительных органов Спасибо Нет Да Добрый вечер Завидую вашей памяти Так Преклоняюсь Перед вашим умом Благодарю за вашу работу И огромные Железные Кахонес Я Помогаю Помогаю Переживаю Помогаю Переживаю Украине Но Я выросла В Молдове Доросла В Манхэттене Хотела бы Внимание Молдове Много Прорусских Много Промытых Плодородная Земля Трудолюбивые Люди Что вы Советуете Что вы Видите Что делать Спасибо Спасибо Дело в том Что я бывал В Молдове Бывал В Кишиневе Других мест Ну Так Случилось Да Помню Я консультировал Даже Конгрессмена Коэна Вы знаете От демократов Он есть Я с ним несколько раз встречался Еще Прикрусерайд Он поехал В Молдову Вот Меня Интересовалось Что там С кем встречаться Как разговаривать Насчет Придостроя Проблемы Гагаузов И так далее Скажу вам Такую вещь Я считал И считаю Что Проблему Приднестровья Нужно решать Вооруженным путем Я считаю Что Момент Когда А я знаю Что это было Президент Зеленский Предлагал Майя Санду Президенту Молдову Решить это Вооруженным путем Из Одесской области Входит контингент Украинский И быстро решает Этот вопрос Причем Насколько я знаю Они обсуждали Это И с руководством Евросоюза И с Байдем Когда Помните Наступление В Варшаве Надо было Это решить Смотрите И располагал Момент На подъеме Когда Харьковская операция И так далее Это можно было решить Очень быстро Сейчас В Колбасном Склады И Часть Которая стоит Там Говорят Около трех тысяч Так называемых Десантников Российских Которые состоят Из контрактников Которых Из самого Приднестровья Да Рекрутируют туда Я считаю Что они не сопротивлялись Серьезно Никакого сопротивления Оказывается не было Но проблема Геополитическая Да С Молдовой Была бы решена Молдовия Открылся бы Одномоментный путь И в Евросоюз И в НАТО Ну в конечном итоге И так далее В Североатлантический альянс И это бы создало Позитивный пример И ряд Для других стран Для Грузии И для Не знаю Может отчасти Для белорусов Девятимиллионные страны Оккупированной России Белоруссия Именно такой сейчас является А вот момент упущенный Насколько я понимаю Майя Санду Очень хочет избежать крови Ну как президент Как женщина Ответственный политик И так далее Но Бывают случаи Когда нужно Принять волевое решение Потому что Вы смотрите Прошло время И сейчас уже Как-то это выглядит Ну как сейчас Это уже решишь То есть Россия хочет От Молдовы Только этого склада Да? Нет Россия хочет Всей Молдовы Причем тут склад Шутилка склада На колбасах Они хотят Всю Молдову Чтобы она вернулась В состав Ну Квази СССР 2.0 Там Как они это называют Нет Нет Они хотят Не складов Они хотят Не Приднестровья Они хотят Забрать все Вот важно Это понимание Потому что Когда говорят Потому что Нет Вот вы знаете Россия ограничится 27% украинской территории Это ложь Потому что Если 80% Уйдут в НАТО И в ЕС Как я уже много раз говорил Это будет пример того Что Славянские народы Которые Находятся на территории Бывшего СССР И были частью Этого советского пространства Оказывается Могут жить И без этого всего Интегрируют Западное сообщество Не будут чему Не даем никакими Англосаксами Или еще кем-то И жить свободно Национальным естеством Национальным государством Понимаете Вот и все Проблема заключается Именно И исключительно в том Что Москва В нынешнем своем виде Реваншистская Имперская Москва Москва С таким типом идеологии Это квази-идеология Безусловно Настроена на то Чтобы забрать все Ее не интересует часть Ее интересует все А для того Чтобы Молдове Решить свои проблемы Нужно это тоже преодолеть Военным Как я уже сказал Путем Мирно не договоряться Этого не будет никогда Это жевачка С минскими соглашениями Или там Приднестровскими Этими переговорами Козак их ввел В свое время А это все лишь Отвлечение внимания Хоть раз О чем-нибудь договорились Хоть раз Это дало Какой-то Инструмент решения Всех этих проблем На пространстве Безусловной СССР Как раз Эти крючки Раскиданные В Грузии В Молдове В Украине Нужны для того Чтобы эти страны Отягощенные Этими гирями Сепаратистскими Не могли Никоим образом Интегрироваться В западное сообщество Других нет Объяснений И поэтому У Молдовы Равно как и у Грузии Равно как и у Украины Нет другого пути Кроме как силовым путем Решить свои проблемы Спасибо Добрый вечер Марк Сперва Хотел сказать вам Большое спасибо Вы уже Считаю Стали частью Нашей семьи Моя мама Смотрит все ваши эфиры Не пропуская Года так С 20-го уже Наверное И ей будет очень приятно Если вы передадите ей привет Она живет в Голландии Не смогла прийти Как зовут мама? Маму зовут Юля Маму целую Спасибо Такой вопрос Как вы считаете Можно ли применить К будущей Уже постбольшевистской России Нынешнюю Республиканскую модель Вот на которой стоят Современные Штаты Например С автономией Округов Областей И так далее С конкуренцией Силовых ведомств Судов И так далее Как вы считаете Или вы за множество Национальных республик Если мы говорим О федеративном устройстве То я полагаю Что модель Создания Соединенных Штатов Знаете Была такая идея Создания Соединенных Штатов Европы Даже Ленин про нее писал У нее такая работа есть Вот Она мне кажется Вряд ли реализуется Почему? Потому что Америка Несмотря на Построэтнический состав Все-таки Не образовывает На своей территории Каких-то Штатов Которые Как федеративные территории Является Некой Этническим Анклавом В отличие от Сложно устроенного Российской Федерации А прежде Советского Союза Это разные народы Россия Мучается Попыткой Создания Общности Вот В период СССР Это был советский человек Жить за общей Советский человек Жить за национальность Жить за этника такая Понимаете Она и не прижилась Кто сейчас себя назовет Советским человеком Это же какой-то вообще Вы знаете Продукт заключается в том Что и россияне Так и не возникли А что Кто такие россияне Это кто вообще такие Это кто Это путинские Это невольные рабы что ли Это вот Какая-то среда Подданных что ли Ну получается Это так Россия же не демократическое государство Россия в нынешнем своем виде Это вполне себе Тоталитарная система Ну не до конца еще оформившаяся Общенности не возникает Поэтому Вот по долгому размышлению Я пришел к выводу Что В принципе Нужно Может Местами даже насильно Избавиться От этой Сложно устроенной системы Федерация Это Россия не является Ну какому нормальным человеку Придел в голову Сказать что это действительно Реальное федеративное государство Соответственно Под свою ответственность Властью В соответствующих Субъектах федерации Прежде всего В национальных автономиях Кому придет В голову такое сказать Можно повторить Устройство Соединенных Штатов Как я уже сказал Нет Потому что Сложно устроенные системы Не рецепируют Вот таких простых Делений Ну как знаете В Соединенных Штатах Некоторые границы Чуть ли не квадратные Так не получится К сожалению История не позволяет Это сделать А вот распад В результате которого Значительные территории Национальные территории В России Обретут независимость По-моему Это очень благополучный вариант А вот потом После того Как они обретут Свою независимость И если вдруг По каким причинам Захотят образовать Конфедерацию с Россией Да на здоровье Вы скажете Какая страшная идея Как это произойдет Что Северный Кавказ Там Центральная Поволжь Еще где-то Вдруг станут независимыми Какие-то территории Северных народов Русской Азии И так далее А что здесь страшно Что здесь Такая опасность Одна восьмая часть Суши 17 миллионов 200 тысяч Квадратных километров Почему она не может Сократиться На какое-то количество Миллионов Квадратных километров Она все равно Останется Гигантской территорией Я не вижу В распаде Если мы под ним Подразумеваем Самоопределение Этих народов Наций Обособление Самостоятельное Существование Какой-то Проблемы Существенной Я в этом не вижу Потому что Россия переживает Постимперскую травму Преодолевает Путем Перевоссоздания Этой самой империи Вместо того Чтобы дать возможность Всем жить Как они хотят Создастся ли Подобие Евросоюза Или чего-то Такого же Это загадка Для этого понадобится Десятилетия Может столетия Но в нынешнем Положении В нынешнем состоянии Россия существовать Дальше просто не может Ее удерживать Эти все народы Можно только насильно Понимаете Только путем сил Возможно Это все Знаете Гораздо быстрее Решится Когда Китай Пойдет на то Чтобы Конвертировать Экспансию Экономическую В реальную Военную Может быть Это не при нашей жизни Произойдет Может это где-то дальше На отдаленном горизонте Но такое Скорее всего Произойдет Появятся Более сильные Более крупные игроки Не субгегемоны Как сейчас А гегемонно Пространство Евразии Кида Ким относится Поэтому Искусственно Перевоссоздать Соединенные Штаты Это уникальный опыт Это уникальный опыт Сам по себе Земли Которые Приехали И облагородили И унавозили Европейцев При том Что да На них были Аборигены И так далее Да Где-то Насильные Где-то Справедливые Несправедливые Пойти Сейчас разбираем Когда прошло Два столетия Мне тоже нравится Давайте С нынешних Американцев Получать Музду За Плантаторов Ну это тоже Какое-то Такое странное Понимаете Равно как Я считаю Что Давно минувших дней Дела Неважно Связанные Со второй Мировой войной С Германией Ну невозможно Десять раз Переигрывать Уже Проигрыванные Потерпевшие поражение Соперникам Двойные Ну невозможно Раз за разом Доигрывать Доигрывать Уже нет этих людей Прошло 80 лет Понимаете Россия для того Чтобы избавиться От всех этих травм Постимперских Реваншистских Тоже прошло 80 лет И потому что Люди не будут помнить Что там творилось Другие поколения Придут с другими задачами Так что я думаю Это будет Какой-то другой путь Но путь распада Это инструмент Выхода К более лучшему Будущему Но поддержат ли США и Китай Такой распад Вот знаете США все время Что-то не поддерживало Хоть раз Происходило Так как хотел Вашингтон Они как бы Не поддержали распад Советского Союза И что Где тот Советский Союз Я понимаю Что Соединенные Штаты Это важная Главная страна На планете Все считают Что он полный Троль жандарма Вот Такой жандарм Без свистка Понимаете Он из своего домика Из будочки не выходит Такое ощущение На колодочке А вот Наблюдать за всем В бинокле Поэтому По-моему Его роль их Сильно преувеличена На мой взгляд Там где нужно что-то делать Люди говорят Аларма 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 А они продолжают сидеть Спасибо Да, пожалуйста Здравствуйте, Марк Со мной с первым Поздоровались Так получилось Я строго Поделаю Значит У вас было Как-то мелькало В роликах Да Ну Знаете От я От а А до я Как бы Как и все здесь присутствующие Вот Значит У вас мелькало Что Нужен такой инструмент Как Правительство России Вот Давно уже Назрело Какое-то В изгнании Не в изгнании Вот Их есть у меня Вот Но до вас Не достучаться Почему Ну Видимо С письменностью У меня что-то С глаголицей Что-то не то Вот Вы не отвечаете Никуда Вот Но это единственный Короткий путь Навести Порядок На На болотах Вот Единственный Короткий путь Возьмите Пожалуйста Я вам Передам Вот Нужна с вами Связь Вот Тут вот ребята Татары Мелькнули Очень Очень даже Хорошо Очень в елочку Вот 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 в общем-то И все Понял Понимаете Да Значит Что касается Обратной связи Вы знаете Со мной работает Буквально несколько человек Вот Количество писем И обращений Которые ко мне приходят Исчисляется Ежедневно сотнями Не тысячами Но сотнями Многими сотнями При том Что мне надо вести эфир Я выступаю Вы знаете С интервью В украинских Других СМИ Часто Это просто банально Я не могу всем ответить Понимаете То есть Здесь нет никакой загадки Это невозможно Я просто об этом походу Теперь Что касается Правительства И власти Альтернативной Ну и которая Могла бы быть сформирована К сожалению Вот Моих сил не хватило На то Чтобы убедить Российскую оппозицию За два года войны К этому вопросу Прийти Ну Понятно Что полномочные Представительства Формируются Только путем выборов Выявления Общественного мнения По этому поводу И Сделать это можно Только посредством Инструмента выборов А как еще Ну а как еще С чего Одни Назначают себя Кем бы то ни было Поэтому на самом деле Мы где-то На самой зачаточной стадии Потому что Если инструмент выборов О котором я говорил Заработает Тогда вот Из всего того О чем мы сейчас говорим Возможно Правительстве Или даже Протопарламенте Можно будет говорить Уже Обоснованно То есть Это можно будет Реализовать Понимаете Здесь нет загадки Нет какого пути Такого особого Которого никто не знает Я вот знаю Или кто-то знает Другой человек знает И вот он знает Как все устроит Я часто получаю Какие-то там обращения Что вы ничего не понимаете Я вам сейчас все объясню На самом деле Здесь нет Ничего такого Эвристического Понимаете Все очень просто И банально Для этого нужно Реализовать Даже часто Вопреки своим желаниям И нежеланиям Хотению Нехотению Вот этот путь Посредством которого Выявить Позицию Значительной части Русского населения Русских избирателей По вопросу правительства Власти Представительства Неважно Перед Украиной Официальным Киевом Перед Западом Кем угодно Вопрос это пока Нерешен Понимаете Некогда Решать Люди гибнут Я правильно Я понимаю Это Хорошо Расскажите В чем Ваш секретный план Тогда мы Все сейчас Никакой не секретный Есть сайт Пожалуйста Заходите Регистрируйтесь Все Все как надо Просто на сайте Регистрируются? Нет Не регистрируются Заходите Читайте Знакомьтесь Выполнен необходимый Кондоминимум Международного права По правительству России Революционное правительство России Заходите Будем рады Хорошо Я же не оскорю Если Вот здесь Присутствующие Тоже нормально Замас Больше 600 человек Можно будет Это сделать Я вам больше Того скажу У правительства Есть Все самое Необходимое Да У нас нет Каких-то там Пузатых Министров Они сейчас Не нужны Не ругаемся Зато у нас есть Ненависть и армия У нас уже есть армия Ну хорошо Давайте действительно Дадим возможность Давайте Давайте возьмем Да Положите Я обязательно Все приму Все изучу Вот Какое-то время Ну Сегодня после Эфира Выпью Уже Силан Пожалуйста Добрый вечер Марк Добрый вечер Всем Марк Захаревич Как уже все знают По версии Профессора Соловья Путин сдох Единственное То что его Перенесли в новый Холодильник Возможно Даже с эпитафией Любил медок Полюбил холодок А по телевизору Показывают Его двойника Васильевича Марк Захаревич Как вы думаете Кто все-таки Победит В российском Обществе Путин из холодильника Или Путин из телевизора Надеюсь Вы поняли О чем я Ну Давайте так По порядку Что касается Смерти Путина Я и всегда Говорил о том Что конечно Можно профанировать Любую Фейковую Или даже Я бы сказал Слишком Радикальную Информацию Но Нельзя Чтобы она Слишком Контрастировалась С реальностью Путин не может Быть в холодильнике Когда он 4 часа Дает 14 декабря Пресс-конференцию Валера явно Его куда-то повело Понимаете Хотя я понимаю Почему это происходит Потому что люди Этого очень хотят И поэтому Они с легкостью Ведутся на эту информацию И Путин в холодильнике Действительно стал мемом Рядом с колбаской И огурчиками Понимаете Я понимаю Я понимаю Но Не так это решается Не так легко Это все Всего причин Связанных Связанных С Ну Реальностью А она другая Путин не умер Путин жив Он может болеть У него могут быть Двойники Я не исключаю Это вещи такие Плохо проверяемые Но тем не менее Он жив И паразитирование На этом Это ложные надежды Понимаете Которые все-таки Ну Для ответственного Человека Эксперта Или человека Который там Говорит Что он Общественно Незначимое лицо Но вещи Недопустимы На мой взгляд Теперь Какой победит Путин С холодильника Или из телевизора Вы знаете Спор между Холодильником И телевизором В общем-то Закончился Сейчас уже Не имеет значения Понимаете Россияне Находятся в состоянии В котором Они лишились Всякой субъектности Их уже не спрашивают Холодильник Или телевизор Или сортировали Ну Кто реально Может поверить В то что Некая коллективная Общность Этих россиян Способна Хоть что-то Изменить Меня часто Критикуют За то что Я Подвергаю Эту сомнение Дееспособность Поскольку Вот говорят Ну Обнадеживающее движение Жен Мобилизованных Я сразу Высказывал Скепсис Потому что Ну знаете Отдельно взятые Жены Мобилизованные Которые говорят Верните мы его А остальные Пусть остаются И выбивают дальше Ну это Интересный Такой замес Умери ты Сегодня Я завтра Ну То же самое Касается В этом Баймаке Событий В Башкортостане Если нет Главной Политической Цели И задачи Все будет Вот так Как сейчас Вышли Погудели Неских Человек Забрали Они вернулись Обратно Пять тысяч Вышло Семнадцать тысяч Вышло И вообще Никого роль Не играет Все уходит В никуда Потому что Нет Организационного Начала Нет политического Начала Поэтому Путин И в этом Самой главной Проблемы Побеждает Уже даже Не россиян Он побеждает Некую их Абстрактную Общность Он проводит Для них выборы Никаких выборов Естественно Нет И все В эту игру Продолжают Играть В русской Традиции Создавать Некие фантомы Поверить в них И заставить Верить других Это как Потемкинские деревни Понимаете Так и эти выборы Так ведутся же Вы вот говорите Об обычных Россиян С телевизором И холодильником Вот Профессиональные Россияне Которые в эмиграции Никто над ними не стоит Они Посмотрите Ломятся Прям к этому Надеждину Сдавать подписи Притом Что знают Кто он такой Так а что же мы говорим Чего же мы хотим От рядовых Рядовые Знаете как говорят Что вы от меня Требуете Вы посмотрите На этих Казалось бы Люди с именем Там актеры Писатели Какие-то крупные Культурные дети Интеллигенция Московская Все За Путина И так далее За Путина Или они Искренне Или за Путина Они Из страха Не спрашивайте Говорят они с нас Потому что Люди которым мы верили Вот ведут себя Так как они себя ведут Поэтому мне кажется Что сейчас уже вопрос Не так стоит Вот уже станцию проехали Все гораздо хуже Готовы ли россияне Воевать с этой властью Вот так стоит вопрос Холодильный телевизор Не имеет значения Готовы ли они Убивать и умирать А как по другому Как в русской истории Бывало За 20 век Вот как бывало Разве власть Свергалась путем уговоров Я что-то не помню такого Мне кажется Нет Мне кажется Всегда Все политгровушкой было Ну Мы можем себя обманывать Говорить Да нет Все пойдется Вот проголосуем правильно На выборах А разве власть Дала такую возможность Путем Обычного голосования Опускания в обычную Щек бумажки Изменить Вот это вот все Что-то мне так не кажется У меня представление о том Что придется все-таки Взяться за что-то Более серьезное Спасибо Пожалуйста Здравствуйте Марк В одном из интервью С Натальей Масичук Она у вас спросила Что Если вы вернетесь Назад в Россию Вы будете мстить Вы сказали Да В каком-то еще Одном из интервью Вы сказали Когда я вернусь Ну как бы Главным прокурором Я их буду вешать Мне так кажется Что если их просто Повесить на Красной площади Это Как-то очень дешево Было бы для них Взять и сразу Сдохнуть Какую бы меру Наказания Лично вы бы им Ну вот придумали Это вопрос И у меня три просьбы Значит Пока шла к вам Было больше Но я Ополнение все забыла Но осталось главное Когда будете вешать Возьмите меня Помощник В целую очередь На самом деле Давайте так Я отвечу Конечно В этом есть Некая ирония Мы всегда с сарказмом Горем о прокуроре Фегине И так далее Это скорее Такое Знаете Как Цзебао Хоть китайцы Примао Вот приблизительно Так это выглядит Как у Бейны Такие Которые Все Купили Вот Естественно В этом есть ирония Но Смысл В следующем В том что Я много раз повторял О том что Когда говорят Мы не такие Вот у нас Расхожее мнение Я спорю Со своими коллегами В оппозиции Они говорят Мы не такие Мы не должны Повторять этого Мы должны Кому-то простить Забыть Кому-то упустить У меня На это есть ответ Мы не такие Мы хуже должны Для того чтобы Победить этот класс Намного хуже В 100 крат Хуже Потому что Если Мы будем другими Во-первых Мы цели не добьемся Мы Россию не освободим Мы народ Из этого морока Не выведем А главная же Степень какая Понимаете Если мы все время Оставляем им шанс То почему бы Не кинуть Атомную бомбу Понимаете Безнаказанность Именно это И порождает желание Парадокс Именно так устроен Человеческая психология Так устроена Мы даем им шанс Думать Ну они же не будут С нами так себя вести Они же вот такие Либеральские И так далее Понимаете И парадокс Включается в том Что мы тем самым Оставляем им Возможность Отыграть И ведь такое же было Кто-то скажет Да нет Ну как же я Вот я состоял В Демсоюзе В 91-м году На моих глазах Происходило Как партийные начальники Возвращались И смеялись Ну что Революционеры Добились После августа 91-го года Издевались над всеми Потому что они пересели За них Креселы другие Так происходило Так происходило в России Как происходило в других странах Это уже отдельный вопрос Там в Украине Своё Где-то своё И так далее Конечно где-то был реванш Партийный И так далее Но всё-таки Какие-то перемены были Так в России Получается Никаких перемен не было Сначала был Кандидат члена ЦК Политбюро Ельцин Потом поставил Значит этого Приемника Плешил И что И какой выигрыш Что произошло Безусловно Семь сестрям Посереган Понимаете Месть Это примитивная терминология Мы понимаем Что для этого есть Законное обоснование Будет суд Он военпреступник Его надо судить А почему Не надо судить Я не понимаю Откуда все эти разговоры Об иммунитете Мы так не должны А почему мы так не должны А полмиллиона убить Мы Они должны Так бесконечно Мы в каком-то Ленте Мёббиуса Крутимся Бегаем Понимаете Из него выйти не можем Говорят А где такое было Ну как А я видел Где такое было Вот в Румынии Такое было Взяли поставили Жену и расстреляли И в Румынии Всё благополучно И даже намёка нет На то Что может вернуться То что было При Чаушеской И его жене Елене Елене Чаушеской И понимаете Диктатура В современном виде В 21 веке Она ничем не отличается От древнего Любого Так сказать Узарпационного общества От деспотии любой Всё то же самое Цена Всегда человеческая жизнь И я Глубоко убеждён Что насилие Это вынужденный инструмент Никому не нравится насилие И мне не нравится насилие И я бы так не хотел Но простите меня Украина продемонстрировала Пример Как себя надо вести Я часто к нему прибегаю И те кто смотрит Мои эфиры Знают Как все это Когда в Харьковскую область Поехали Вагонзаки ОМОНа Они поехали Даже не путём Того что направили Военнослужащих Они послали Просто сотрудников ОМОНа Владимирского Которые поехали С щитами С дубинками Делав то что Они делали в России Что с ними сделали Украинская армия В СУ И всех убили Там теперь оборона была Просто всех убили Вы не представляете, какое это произвело Шокирующее впечатление на Владимира Они меня даже забанили МВТ России в Твиттере После того, как я им это написал Вы посмотрите, как с вами надо разбираться Они забанили, потому что это такой был шок Как же так? Как можно стрелять в дядю? Он же приехал с дубиночкой Тебя избить, отмолотить Печень тебе отбить А вы его пиф-паф, пиф-паф И он висит по деревьям, понимаете? И больше всего мне понравился комментарий, который я дал Один из военнослужащих харьковских Он на русском языке говорил Ну вот они приехали, устанавливают порядки, которые в России А там же недалеко, что это харьков, белый город Мы их просто взяли и всех купили Больше к нам не приезжайте Это очень, очень хороший урок Для русской оппозиции Вот так и надо действовать Потому что если вы этого не делаете Рано или поздно вас будут избивать, мучить Вы будете ползать харьковой кровью Вот и все И поэтому моя задача не в том, чтобы кого-то вешать И быть генпрокурой А чтобы внушить эту мысль большинству Что не стесняйтесь этого чувства Не стесняйтесь отомстить Потому что вы страдали десятилетиями Чтобы дождаться этого момента Найдите в себе силы, возможности и желания Поставить точку в этом процессе Вот и все Спасибо большое И я еще хочу попросить вас, Марк Если вы будете мстить, пожалуйста Отомстите от моего имени И от имени моих детей Которые сейчас на фронте Спасибо Давайте проведем небольшой аукцион Все-таки А то Отдаю справку Мы уже два часа На скором погоне Настоящая марка Настоящая марка С подписью заложного Русский военный корабль Все Здесь написано Так, ну что Поможем Украине Желающие есть приобрести эту марку? Ну как почем? Называйте Так Что у нас там? Кто руку поднимает? Я не вижу Да, что у нас? Что вы предлагаете нам за марку заложным? 100 100, отлично Так, кто еще? 200 Сколько? 200 200, так 300 А, 300 Отлично Сколько? Тысяча Ну-ка покажите этого человека за тысячу Предстаньте А то я вас не вижу здесь просто Софи Тысяча Вот человек Кто-нибудь перешибет За марку заложного А? Что-что? Полторы тысячи Покажите нам этого человека Ага Вы с женой? Бес? Понятно Могли бы от него получить сейчас Так Кто еще? Две Две? Кто сказал две? Покажите мне этого человека Так, так Две тысячи Кто следующий? Все? Исчерпано? Две тысячи? Две тысячи Что? Две пятьсот Две пятьсот? Две пятьсот? Покажите мне этого человека Две пятьсот А, это наш знакомый Да Две пятьсот Ну что? Две пятьсот Сколько? Три Сколько? Три Здесь три уже Так Ну что, три? Отдаем? Что еще? Так Ну давайте Четыре Ничего себе Как здесь весело У вас Это запасная Будет у меня профессия Я и не думал Что все так здорово Получится Так Четыре отдаем? Пять Пять? Вы что-то По ночам банки грабите? Так Пять Так Пять Отдаем? Отдаем Все? Отдаем За пять Отдаем? Все Идемте сюда Откуда у вас пять тысяч? Вы что-то правда решили Что за деньги будут торговать марками Что-то Человек Который готов отдать пять тысяч На помощь Украине И заслуживает эту марку бесплатно Там АПЛОДИСМЕНТЫ Так Ну что Мы продолжим Давайте сразу договоримся Что Все-таки Все-таки Что все-таки Три минуту Так, ну хорошо, вздавайте Добрый вечер, Марк, меня зовут Александр Слава Украине Во-первых, хотел бы вас поблагодарить за вашу поддержку в Украине И за вашу неизменяемую позицию в этом отношении Отличие от ваших бывших друзей У меня один вопрос и одно пожелание, если вы позволите Давайте Мой вопрос достаточно общий Как на вашем, по вашему мнению, почему такая сплоченность оси зла Которая друг друга поддерживает и военно, и политически во всем мире И такая неоднозначная поддержка всего западного мира Плохие люди лучше объединяются на самом деле Понимаете? Если бы было по-другому, мы бы жили в другом мире А потом история знавала такое Это уже не в первый раз Высший смысл здесь в том, что все равно они проигрывают По итогу, по финалу Я никогда не видел, чтобы зло могло оказаться сильнее Ну, не знаю, может в этом и провиденциальный смысл какой-то есть Тем не менее, мы подошли спустя сто лет к новой ситуации Когда противоречия между странами, континентами, нациями, народами Стали неразрешимыми Их невозможно разрешить иначе, кроме как посредством войны Вот так получилось И поэтому мировая война, вот я напомню, сто лет назад Она случилась почти так же Вроде никто не собирался воевать Я уже сегодня об этом эфире говорил Одни, значит, за три дня собирались провести мобилизацию России Которая не собиралась стягиваться Немцы вроде за пять А говорят, давайте проведем быстрее и так далее Проливы, эрцгерцог Фердинанд Казалось бы, чего вы воюете? Зачем это нужно? Раз, и народы уже воюют Цена сейчас вышла Тогда рухнули империи Австро-Венгерская, Германская, Османская, Русская, Российская империя Сейчас нет необходимости Народы хотят жить обособленно, самостоятельно Им надо дать эту возможность сделать это Жить отдельно И поэтому мне кажется, что все эти усилия А объединяются-то кто? Вы посмотрите, подобное к подобному Почему-то Россия в нынешнем ее виде путинской Не объединяется с цивилизованными странами А объединяется с Северной Кореей, Ираном и им подобными же Так это же, может и слава Богу Так она быстрее к концу и все и придет Я не представляю себе, как можно с Северной Кореей Устремиться в 21 век Что-то я не вижу, что в Китае Который, казалось бы, тоже еще тот На континенте цивилизации, да, осинская Что-то как-то не синий стремится к такому объединению А вот эти аутсайдер-народы, да Они почему-то находят общий язык Удивительное дело Поэтому на самом деле, я полагаю Все это не так долго продлится Все быстро ускоряется Поэтому страны Осирии Как мы их называем, новые Осирии У них тоже, знаете, есть цикл конечный Поэтому все зависит от слабости Запада А не от силы его противников Будет ли Запад сильнее? Но мы это посмотрим Осталось ждать недолго Спасибо Последнее пожелание Я слежу за всеми вашими эфирами уже много лет И очень бы хотелось вас увидеть в тандеме С моим любимым, уважаемым, воинствующим атеистом Александром Невзоровым Почему вы не проводите с ним эфиром? Слушайте, я проводил с Александром Гребовичем эфиры Он очень тяжелый собеседник Он из роковых людей Которые сам себе задают вопросы И сам на них отвечают Они очень понимают, что я делаю на тихо-техо Ну мы что-нибудь придумаем Мы что-нибудь придумаем Добрый вечер, Марк Добрый вечер Спасибо за этот вечер Вопрос такой Недавно в одном из своих интервью Вы сообщили, что планируете покинуть Францию И переехать в Америку Чем вызвало такое решение? Почему именно Соединенные Штаты? Выбрали вы уже в каком штате? Вы обоснуетесь И еще один такой вопрос Насколько в Штатах могут обеспечить вашу безопасность? Учитывая, что к власти может прийти Трамп в скором времени Который неоднократно заявлял о своих симпатиях Путину Такой вопрос Сторонники Трампа Я могу сказать, что дело в том Что это отчасти вынужденный переезд возможно будет Поскольку вот Берлингмен Плюс группа моих друзей, сторонников и так далее Делают несколько проектов Которые невозможно осуществлять из Франции Я живу на юго-западе Франции Это очень сложно делать Потому что одно это игра с моим участием компьютерное Там говорят, что украинские, естественно Выходцы из Украины ее делают И я то ли Путина убиваю, то ли еще кого-то Ну ради бога Да, они сейчас на какой-то середине находятся Прописывают это 3D и так далее Второе Мы действительно решили создать в одной из метавселенных Купить здание И там заниматься всем Все один клубом Который будет с виртуальными очками как-то работать Я даже до конца еще не понимаю как Плюс, не секрет, что некоторые мои бывшие подзащитные Тоже, которые в Америке находятся Тут есть с ними коммуникация Возможно, что-то будет связано с написанием сценариев Мне предложили это сделать Посмотрим Поэтому из Франции это делать очень сложно Так честно скажу Там, где я живу, это чистый склеп Понимаете? И, так сказать, я же жил в Москве все время В местах, где я сейчас нахожусь Вынуждены, конечно Это невозможно осуществлять Потому что, ну, Франция страна не для бизнеса Опять же посмотрим Это все еще так, знаете Пока, значит, обсуждается Что касается безопасности Слушайте, ну, меня действительно охраняет СДЛП Я не знаю, кто им сообщил информацию Они пришли, сказали, что да, у нас есть оперативная информация Это требует того Я не единственный человек, которого защищает Французская республика Есть и другие, которых охраняют Ничего в этом исключительного нет Потому что, ну, к сожалению Правда, это было до гибели Пригожина Это еще с прошлого года началось Ну, позапрошлого Не в 23-м, а в 22-м это произошло Ну, мне угрожали все подряд Там Кадыров угрожал Там эти угрожали Такие мне постоянно все угрожают Но, тем не менее, я считаю Что я в состоянии сам обеспечиваю безопасность Поверьте, у меня есть для этого возможности Так что я за нее не сильно беспокоюсь С точки зрения беспокойства абсолютно бессмысленное Понимаете? Я, в принципе, в известном смысле сам представляю большую угрозу Спасибо вам Марк Захарович, добрый вечер Спасибо вам огромное за вашу деятельность В частности, в противостоянии путинской пропаганде Которая, к сожалению, сильно влияет И на белорусский народ в частности Который В основной своей массе Я уверенно это знаю Душой и сердцем с Украиной В этой войне Может быть Совет, рецепт Ваше видение В борьбе белорусского народа С российскими оккупантами В таком смысле Живе Беларусь Живе Беларусь, потому что Ко мне этот вопрос правильно адресован Мой отец родом из Беларуси, из Гомеля Знава Белеца Ну это еврейская семья была Евреи двигались Большая часть их погибла в начале войны У меня, кстати, тоже по маминой линии родня из-под Гомеля Вот, вот Но поэтому это для меня не чужая территория Я детство провел в Гомеле Очень хорошо знаю эти места Меня очень любили Очень меня любили Такого мальчика я был подвижный, юркий Вот И Ну это такое как бы ностальгическое восприятие детства Но в принципе, ничего нового, никакого рецепта нового не расскажу Известно, что я и с полком Калиновского И с другими комбатантными структурами белорусскими поддерживаю отношения Вот, был в расположении их частей Я считал и считаю, что сам белорусский народ При помощи Запада, при помощи Украины Способен избавиться от этого морока Прежде всего нужно избавиться от продажной этой власти Лица Лукашенко и его отпуска Потому что он готовит своего коллинг к наследству этой власти То есть они, видимо, договорились все Что они оставят по себе Значит, своих наследников В качестве правителей И Лукашенко остается от Николева Путин собирается, как я уже говорил В моем представлении, как я это вижу Завести во власть уже своих дочерей Возможно, они дождутся внуков Или там закон рожденных детей Но это точно будет делаться То есть нет намерений кому-то уступать Решить это тоже можно только военным путем Понимаете? Потому что ситуации все больше усугубляются Ну а как она не оккупирована территорией Если ядерное оружие, которое размещено Тактические ядерные боеголовки на территории Беларуси Вы же понимаете, можно размещать только на территории Полностью собой контролируемые Поэтому Москва это и делает Я надеюсь, что наступит момент Когда спровоцированные действия Москвы Украина позволит себе вовлечься в освобождение Все-таки Беларуси и поможет белорусскому народу Девятимиллионному избавиться Используя для этого военные отряды Стоящие самих белорусских граждан Между прочим В этом полку Клинос По-моему, уже сейчас Там многие сотни, до тысячи человек Это уже приличное соединение Понимаете? Плюс я не очень убежден, что белорусская армия Так сильно расположена защищать режимы Лукашенко Она же, кстати, призывная Это же обычные ребята Нужен какой-то, так сказать, момент При котором нужно не сидеть и ждать Как будто я отвечал на вопрос о Молдове А действовать, используя все возможные ресурсы Прежде всего военные ресурсы Мы о них говорим Никаких выборов, ничего Это все смешно Период, если вы помните, 20-го года августа 9-го, когда прошли выборы Тоже уповали и белорусы Как люди очень мирные, на самом деле Уповали на то, что это можно свалить Этот режим путем простого Как я уже сказал Опускания бюллетенев в какую-то урму Ну вот Белорусский народ убедился, что это невозможно Поэтому от этого надо отказаться раз и навсегда От мирного способа влияния Или даже изменения власти Можно для себя решить, что нет Это можно сделать только силовым путем И тогда, вы знаете, удивительное дело Сразу как-то легче становится Да, это чревато, что тебя убьют Ты убьешь Но ты добьешься результата Нежели десятилетиями жить под этим вот всем А потом продолжить жить уже под его наследниками А потом следующими Может зажить такая Как это может быть вообще Поэтому, если сознание народа будет готово К подобного рода радикальным изменениям А я уверен, что значительная часть тех белорусов Которые подневольно живут в стране Это и произойдет Рано или поздно это произойдет Вот и все Спасибо Добрый вечер, Марк Я благодарю вас за поддержку Украины И за вашу позицию по поводу свержения власти в России С силовым путем И желательного распада России на отдельные страны Это можно очень редко услышать от русского либерала А я не либерал Я им никогда вообще не видел Извините От россиянина тогда У меня два вопроса Один, я замужем за иностранцем из Западной Европы И все его окружение считает Что большинство россиян в России Они против Путина Нужно ли доносить Западу И влиятельным политикам на Западе С которыми вы общаетесь, например Что это не так Вы же говорили, что в России Вы думаете Я так думаю Моя семья так думает Что большинство россиян поддерживают войну в Украине Это первый вопрос Действительно Большинство россиян в России поддерживают войну И причем не важно Тем, кто страдает от этой войны Делают они по убеждению Или делают они это из страха Или из солидарности с большинством Которая влияет на них Понимаете? Какая разница Человеку, который находится в Часовом Яре Или в Авдеевке и так далее А как это вот россияне дифференцируются? Они действительно поддерживают это искренне? Или они из страха поддерживают войну? Им все равно Абсолютно все равно Видите как? Что касается западных политиков К сожалению, я могу еще раз повторить Констатировать, что Запад слаб Для того, чтобы противостоять в полном смысле Нынешней Москве с ее властью Вот этой оголтелой, агрессивной властью и так далее Потому что действовать надо теми же методами Которые действует эта власть А Запад почему-то Мы понимаем, почему не способен на это Понимаете? А победить эту власть можно только ее методами И даже более еще худшими методами Еще более резкими действиями В отношении этой власти Увидим ли мы это? Ну, сама ситуация выведет к этому На мой взгляд Смотрите, какое количество западных политиков Вдруг одномоментно заговорило в Европе В Америке отчасти О том, что война неизбежна Европа с Россией Сразу все заговорили Слушайте, все заговорили об этом Как так это получилось? До этого говорили о Европе От Лиссабона до Владивостока А тут вдруг заговорили, что оказывается Москва хочет перекусать часть стран Бывшего восточного блока Демилитаризовать НАТО Пробить Сулакский коридор к Ленинграду И так далее Вдруг они поняли, что это действительно реальность Ну, так если они это поняли Тогда нужно делать выводы И действовать, сообразуясь с этим С этим выводом Окончательным выводом Поэтому, на самом деле Я считаю, ситуация сама подведет к тому Что все эти планы Кремля Они захлебнутся Какое количество россиян Сможет этому противостоять В принципе, внутри России Безусловно, такие есть Их меньшинство Но ведь революции и перемены В странах осуществляется Совсем не большинство И в России никогда так не было Меньшинство навязывает свою волю Какое качество этого меньшинства А это другой вопрос Либералы они или не либералы Для нас важно, чтобы они были против Путина В любом его виде И его власти И если их будет критическая масса достаточная То перемены обязательно произойдут Пример конкретный Ну вот же, пожалуйста, 24 июня Двигалась колонна в 2,5-3 тысячи человек Они доступно доехали, понимаете Доступно, не встречая вообще никакого сопротивления Если бы Уткин не уговорил Пригожно развернуться Ну, там много чего еще было То они бы доехали до, как минимум Там, я не знаю, Када И дальше Возможно, до Садового кольца Не знаю Но, во всяком случае Это был бы шанс для этого меньшинства Суметь через хаос Выйти к какому-то, в общем, решению Проблемы русской власти Войны и всех остальных Привходящих вопросов Этого не произошло Надо ждать следующего момента Который будет располагать к тому, чтобы Используя его, начать действовать Вот у меня другого рецепта нет Еще второй вопрос Меня беспокоит один факт из вашей биографии На который я не могу найти точный ответ Ваших старых интервью Может быть, это неудобный вопрос Да, ради Бога Вы считаете Радко Младича военным преступником И считаете вы резню в Сребренице геноцидом? Безусловно, Радко Младич наказан заслуженно Потому что он был командующим Собственно говоря, войск республики Сербской И он не должен был допустить резни в Сребренице и ЖЭТе Напомню, в 95-м году, когда это произошло Я уже два года был депутатом Государственной Думы Так что, как вы понимаете, мое отношение, оно ровно из этого исходит Я понимаю контекст вопроса Когда я находился в 93-м году Ничего даже отдаленно подобного не было И поэтому, конечно, военные преступники Неважно, с какой стороны они находятся Путин или Младич или кто-то еще Должны за свои преступления отвечать Но, смотрите, Радко Младич отвечает Он в тюрьме А Путин нет Получается, что слабых-то можно преследовать? Ну, те, кто чуть слабее А сильных под него тронут Вот они поэтому целуются с Гутеррешем Главой ООН и так далее Он здесь недалеко, кстати, сидит Вот я видел, как он целовался с приехавшим Лавровым На сессию Несправедливый как-то выходит, а? Несправедливый Уж если уж по всем, то палка для всех одна Так, наверное, должно быть Здравствуйте, Марк Я сам из Зона Франковска Я слежу за войной с трех часов ночи Как я увидел, что бомбят мой город Увидел тысячи видео разных политологов И мой вопрос такой Многие говорят про свободную Украину Украина есть, была и будет свободной Мы это знаем, уверены в этом Но будет ли свободна Россия? И как вы видите свободную Россию? И возможно, вот я не представляю свободную Украину без свободы России Представляете вы свободную Украину без свободы России? Украина без свободы России Я вполне себе представляю Почему, собственно? Потому что война не остановиться, пока Россия не будет свободной Справедливо, это один из вариантов Есть и другой, при котором в России вообще не будет Тоже такой вариант Вы представляете, мне в каком она будет В том виде, в каком она сейчас есть Вполне представляется Советский Союз тоже никто не представлял, что за его отсутствием Что-то да будет А было и есть И, кстати, после распада Советского Союза ряд стран спаслись Страны Балтии же ушли И смогли интегрироваться Северо-залатический отриенц В Евросоюз И, в общем, при всех страхах и рисках, которые их сопровождают Но все-таки они защищены этим зонтиком Теперь, что касается России Как она может быть свободной Варианты, конечно, есть Но чем дальше длится война, чем дольше длится этот морок Все больше у меня есть ощущение, что Далеко не вся Россия может стать свободной Какая-то Россия останется не свободной А появятся какие-то куски России, которые будут свободны И этого будет достаточно для того, чтобы снять угрозу Со стороны нынешней Москвы В отношении своих соседей Вы знаете, я выдвинул версию русского Тайваня Ну, как в Китае По итогам гражданской войны Сторонки генерала Чан Кащи Гаминдана уехали на Тайвань В общем, вот уже десятилетия Многие десятилетия, считайте, с конца 40-х годов Существуют как независимые государства Ну, фактически Хотя это признают мало Но, тем не менее, они, кстати, в ООН Представительствовали до 70-х годов Пока там не были большие соглашения И договоренности с тем, что Мауизский Пекин Займет место Представительство в Совете Безопасности ООН Как одна из пяти стран С правом вето и так далее Как страна-учредитель Значит, будет больше республик? Вы говорите, что некоторая часть Соединенных свободных Будет больше Больше республик русских? Да, почему это невозможно? Почему вы считаете, что Россия не может отколоть от себя Какую-то часть Независимую Болгородскую? Например? И если, так сказать, буферная зона Возникнет с таких независимых государств Это вполне тоже может статься Гарантом Будет гарантом Того, что соседи Не нападут на Украину Тоже такое возможности Я считаю, что Москва Это не допустит любой ценой Москва будет пытаться Не допустить любой ценой Так же, как и Москва Советского Союза Пыталась не допустить любой ценой Независимость стран Балтии Напомните, как в Вильнюсе Около Вильнюсского целецентра Убивали людей Или в Грузии Убивали лопатками И так далее Конечно, будет не допускать Разумеется Но история крутится По своим законам Они непредсказуемы Мы не являемся Провидцами в этом смысле Но, тем не менее Такие вещи происходили Почему История человеческая Не может увидеть это вновь Я в этом абсолютно не убежден Чем дальше война идет Тем выше вероятность того Что выхода не только Для других Но и для самой России Хорошего не будет А почему нет? Вполне может быть, что и так Так что я верю в то Что эти вещи Гораздо более сложно Будут развиваться А не линейно И Россия Все эти дадзебал Выкрики про то Что давайте сохраним Единую Россию Во что бы то ни стало А для меня это больше Не имеет значения Я считаю Распад не так опасен Я живу в государствах Которые по размерам своим И сотой доли России По территории не представляют И живут благополучно И не имеют никаких Экспансионистских намерений По отношению к соседям А почему какая-то часть России Не может жить именно так Риторический вопрос Поэтому ситуация будет развиваться Скорее всего С высокой степенью вероятности Давая шанс Тем части народа Которые не хотят жить В этом во всем Жить отдельно Воспользуются они этим или нет Большая загадка Ну все возможно Спасибо Спасибо Здравствуйте Мой вопрос уже Алла Задавала я грузинка Тут присутствуют Мои соотечественники Я по поводу Во-первых я благодарю вас То что в прошлом году Вы все столицы мира Призвали собраться И как бы выразить Саакашвили солидарность И для меня это было очень важно И для многих Но в последнее время Что-то мало слышно Мировой политики Имя Михаила Саакашвили То что для меня Как бы коробит меня И большинство ваших передач Хотя сегодня вы 4-5 раз Вспоминали Грузию И твилийские события Вот когда саперными лопатами Убивали нас Но как-то ослаблен Внимание к Михаилу Саакашвили И он является гражданином Украины И может ли Украина Правда стыдно признать Что страна которая воюет И мне приходится Как бы об этом говорить Что больше усилий Как бы проявляло По освобождению Своего гражданина Спасибо Спасибо Смотрите Как я уже говорил Есть публичная информация Есть не публичная Михаил Саакашвили прекратил Голодовку Он действительно в плохом положении находился Ятиму получил несколько писем Общался с его матерью Ересько с его женой И так далее Не говоря уже о политиках С которыми мы обсуждали этот вопрос В Европарламенте и так далее Насколько до меня доходит информация Процесс переговоров идет Относительно его освобождения Как я уже сказал Это всецело зависит Юридически от госпожи Зарубешвили При нынешнем президента Грузии Которые выбирают Помилуют Михаила Саакашвили Все остальные Юридически вытекающие Из этого вопроса Это уже отдельно Потому что Могут после этого выпустить Не могут Это все и риторические вопросы Что касается самой Грузии Слушайте Ну К несчастью Вот случилось так Что грузинская мечта Которая находится там у власти Достаточно крепко держит ситуацию И я не уверен Что выборы Которые будут По-моему Они должны случиться Что дадут шанс На то Чтобы поменять Власть в Грузии И оппозиция К ней придет ЕНД тот же Нет такого пока шанса Ну я не знаю Может возникнуть Говорят ли меньше Или больше о Саакашвили Возможно В этом есть договоренность Меньше говорить Меньше третировать Трепать этот вопрос Для того чтобы этот вопрос решить У меня есть основания Думать Что в 24-м году Он может этот вопрос решиться Есть основания Может они не такие существенные Но можно на это надеяться В любом случае Членство Грузии В декабре Вот кандидатство О котором решение было принято Несмотря на неисполнение Реапунктов требований По дорожной карте Дают и к этому основания Дают и к этому основания Но в самой Грузии Есть та проблема Что на сегодня Грузинское руководство Тесно взаимодействует С Москвой Это уже не секрет Ни для кого Речь не только О Павловне Шмире Не только о нем К сожалению Потому что там Выше генеральный прокурор Взял ее в Россию Которая уже при них Работа генерального прокурора Получила российское гражданство Ну знаете Это как-то вообще Все выглядит мягко говоря Я знаю случаи Я знаю случаи релакантов Которых выдавали в Москве Фамилии знаю Людей которых выдали в тюрьму Политбеженцев Которые приехали в Грузию В Илесе жили И схватила Грузинские спецслужбы И передали просто В руки российские спецслужбы Что это такое? Это же безумие Совершенно Тем не менее Даже несмотря на Все вот эти дикие вещи Которые происходят Шанс на то Что Грузия сможет С этим справиться И как минимум Саакашвили И гражданин Украины И так далее Будет освобожден Есть Шанс на нулевой Когда мы призывали Выходить к посольству Мы сделали главное Мы добились внимания К этому вопросу И точно Абсолютно Это сыграло свою роль Я знаю Что Разговоры об этом Вели и Зурубешвили И с другими политиками Из Грузии От которых зависит Это решение Но это не Зависит решение Зависит решающим образом От Зурубешвили Формальным О том Чтобы Саакашвили Был освобожден И президент Макроу Насколько я знаю И администрация Байдена Этим занимается Ну куда нам лезть Когда этим занимаются люди Куда более имеющие Для этого возможности Так что Что касается Саакашвили Ждать Что касается Политической ситуации Все зависит От грузинского общества От общественного мнения Больше ни от кого Понимаете Здесь нельзя Снаружи навязать Какую-то повестку Уж точно С Грузией Это не получится Так мне кажется Спасибо Спасибо Давайте договоримся Мы уже Время половины Десятого Сегодня суббота Не ну хорошо Давайте Давайте Пожалуйста Я же о вас Забочусь Не о себе Мне это ладно Давайте Давайте Спрашивайте Добрый вечер Морозович У меня интересует Мнение По такому вопросу Ваше мнение Удастся ли Израилю Осуществить Задуманное В плане Уничтожения Хамаса Хороший вопрос Я кстати Разговаривал С пресс-службой Цахал По-моему Уколова Ее фамилия Просил Чтобы они Встретили в сектор газа Я хочу Давайте Я поеду Посмотрю Не 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 А вот хотите Вы в какой-то Кибуц рядом А в сектор газ У вас не может Сидеть целая Выисковая операция Ну я видел Там ездят же люди И это очень Сложная вещь В принципе Это полезно Было бы Посмотреть И рассказать Ну моей аудитории Я понимаю Что у всех Своей аудитории Не так заинтересован В том Чтобы показать Кадры оттуда И так далее Но мне представляется Это не безинтересно Потому что Ну Это точка-то особенная Потому что По моему глубокому убеждению Этот конфликт Мог бы завершиться И раньше И тем Что Израильская армия Справилась бы с Хамас Если бы во всем этом Не присутствовала Москва Вот мое глубокое убеждение Раньше мне так не казалось Кстати А я так и считаю Что эти события Не обошлись Без участия Москвы Степень вовлеченности Москвой Я не берусь судить Это Наверное Израильская спецслужба Западная спецслужба Обладает этой информацией У меня ее нет Но я понимаю прекрасно Кто является выгодоприобретателем От всей этой ситуации Действительно После 7 октября После этих событий Москва Сманеврировала В сторону Того Что Переведя стрелки На первостепенность Этого конфликта С Восточноевропейской войны В Украине Да Создав И Замешательство Внутри Союзников Поддерживающих Украину И В странах Исламского Суницкого Персидского Залива Королевствах Путин ездит сейчас В Арабские Эмираты И в Саудовскую Аравию С чего бы это Они его приняли Он паразитирует На поддержке Исламского Хамас вообще не переставал Ездить в Москву Еще раз повторяю Они вот недавно были Но они и до этого были И перед операцией В августе они были Панно дарили Такого Алякса Лаврова Ну погодите Опять полная ясность Как в анекдоте Где любовник вешает Пиджак на ручку двери Понимаете И все опять рассуждают Да нет Нельзя так говорить Ну что Ну а как Об этом надо рассуждать Это военный союзник Москвы Хамас Военный союзник И безусловно Они не только с Богдановым Антисемитом Замминистра Иностранных дел встречаются Они безусловно Встречаются с руководителями Спецслужб и так далее Я не думаю что с Путиным Но там достаточно лиц Которые от его имени Могут с ними общаться И честно говоря То как шел ход Этой операции 7 октября Террористической Этой диверсии Выглядит так Что это какая-то Очень опытная рука Да Опытного инструктора Подготовила такую Широкомасштабную операцию С таким масштабом подготовки С таким воздействием На Южной Израиле Поэтому Есть еще одна проблема Она заключается в том Что руководство Израиля Ну да Действительно проворонило Это все И правительство На Таньяху И руководство Спецслужб И армии Наверное Должны были Серьезно были Подойти К этим проблемам Как мне представляется И чем дольше Длится этот конфликт Ну не потому что Они специально Делают Что надо же Освободить заложников Вот сейчас вроде Есть договоренности Вроде бы там на месяц Прекращаются боевые действия Пока непонятны Это параметры Которые западная пресса Публикует И взамен этого Будут отданы заложники Это предлог для того Чтобы затягивать операцию Ну он Обоснованный предлог Надо же освободить заложников Они же не могут сидеть Там и дети маленькие И так далее Вопрос Если все заложники Будут освобождены Сколько надо времени Цахалу Для того Чтобы завершить Эту операцию В секторе газа Мне представляется 300 тысячная армия Могла бы это сделать Очень быстро Многие спорят Говорят Нет Это долгие Месяцы Должно продолжаться Мне так не кажется Я считаю Что они могут Это сделать быстро Но пока идет операция Они не руководства Спецслужб А там речь не только Об отставке Возможно Кого-то и будут судить Ну что Халатность Что значит Неправильно принятые Политические решения Неправильная оценка За это могут судить А пока идет операция Их не привлекают К ответственности Это не значит Что они Злонамерены Это дело Ни в коем случае Но знаете Ответственность Она наступает Даже если Как лучше хотел Понимаете И поэтому Долгий срок операции Защищает Политиков От наказания Так мне это Представляется Могу ошибаться Он не так видится Спасибо Спасибо большое за ответ Еще один маленький вопрос Как вы считаете Что будет Натаниал После окончания Нет Ну тут Слушайте Не надо быть Экспертом По Ближнему Востоку Его безусловно Отставят Это ясно Что правительство Во главе с ним Не сохранится Оно сохраняется Только для того Чтобы он выполнил Поставленные перед ним Задачи А вот Там рейтинги Показывают Нулевой рейтинг Натаньяху Вопрос ответственности Будет ли он нести Непосредственную ответственность За то что произошло Вот Открытый вопрос Все остальное Факультативно Он не останется Будут новые силы Будет ли это Ганс Или кто-то еще Я не знаю Я не знаю Это виднее Экспертам по Израильской политике Но то что Натаньяху не останется Это лежит на поверхности Это очевидно Спасибо большое Нет Добрый вечер всем Здравствуйте Март Захарович Я просто Предыдущий Может быть Натаньяху Поэтому и не уходит И продолжает Эту войну Так долго Чтобы оставаться На своем месте Понимаете Она может затянуться Не на год Не на два Он будет продолжать Эти дела Все манипуляции И в то же время Оставаться при власти Но я бы на его месте Так делала Не знаю Возможно он так и хочет делать Но так это не работает Там демократическая страна Там есть оппозиции Это так вам кажется Но тем не менее Для того чтобы понять Что такое демократия Нужно в нее окунуться А мы здесь все окунуты в нее Поэтому Куда мы только не окунались Поверьте Кому туда не надо И я хочу сказать Что я помню вас Как активного очень адвоката Я жила в Москве тогда Вы защищали действительно Очень много известных людей И я всегда была тоже На стороне вот этой правды Которая была Я помню как на концерте Мадонны в Москве Она поддержала Пуссерайт Я сама собственными глазами Это видела Но мой вопрос в другом Скажите пожалуйста Вот когда Путин Объявил в 21-м году Свой план Как он Отодвинет Границы НАТО На 97-й год Для всех Оказалось это Что это просто Невероятно Невозможно Это так сложно И даже некоторые лидеры Западных стран Смеялись И ничего ему не ответили Поэтому я думаю Что Путин Совершенно точно Был уверен в том Что это вполне Осуществимо И сейчас Когда прошло Два года Вот этой Просто Безумной Чудовищной Войны Я могу сказать точно Что Именно Тогда Это все Вполне Могло осуществиться Вот зайди Он С другой стороны Не пойди Он На Украину Не пойди Туда Чуть-чуть Сверни Влево Или вправо И как мы видим Через два года Там нет Некому сопротивляться Незачем Сопротивляться Никто ничего Не хочет И все могут Сделать так же Как Корбан Просто с ним Договориться Поэтому Скажите пожалуйста Таких как Вы и я Кроме Берлингмена Куда мы должны Екать в следующий раз Берлингмена Это все-таки Не про войну Нет Я говорю От этого всего И кроме того Очень большая вероятность Что придет Трамп И тогда Путин И Трамп Секундочку Очень много Русских иммигрантов Нравится Трамп Но Ведь можно жить В России при Путине И не обязательно жить В Америке при Трампе Потому что Один будет Путин Один будет Трамп И весь мир Будет их Я даже не знаю Как там товарищ Щелк Или где Ну давайте Стоп-стоп-стоп У нас мы же не для этого Что уже Ну я не знаю Смотрите В чем принципиальная разница Все-таки Да Во-первых Трамп уже был И что Знаете Я помню Эти катастрофические прогнозы Если Трамп Когда он был 16 по 20 год Президентом Что-то невероятное Произойдет И он там Чуть ли не станет Диктатором Я лично Разговаривал Значит вице-президентом Одной из известных Организаций Которая меня утверждала Что все Конец света И так далее Я по своим вопросам был Я тогда защищал Сущенко В этот момент Это был 16-й год В Нью-Йорке Они здесь сидят И я с ней разговаривал Вот Ничего из этого Строфического Не произошло При том Что Трамп Конечно Делает эксцентрические заявления Это честно сказать А 6 числа Ну вот Понятно Презинференции В Хельсике Но мы не будем Сейчас обсуждать Трампа Я боюсь Розу Которую Вначале Упоминал страх Которая Говорила Я тебя раздавлю Вот Поэтому Смотрите В данной ситуации Не надо так бояться Демократии Надо бояться Ее отсутствия Если Трамп Победит на свободных выборах Поверьте Будет много В системе Сдержанных Противовесов Факторов Которые Никому Ни одному политику Это не факт Что Трамп Обязательно это будет делать Не позволят Каким-то образом Изменить доктринально Политику Соединенных Штатов Понимаете И поддержки ее союзников И НАТО И всего остального Ведь он же это Заявлял Требуя от НАТО Например От стран Входящих в него В Европе Больших денег Чтобы они содержали НАТО А не кормили своего Потенциального противника Торгуясь с ним Газом и нефтью И так далее Посмотрим Как будет развиваться ситуация Мы даем аванс Даже Трамп И его власти На то Чтобы он Продолжил Более радикальную политику Своих предшествий Подождем Опять же Вы должны учитывать Что я не гражданин Соединенных Штатов Я не собираюсь предрешать Выбор Граждан США Относительно Трампа Или Байдена И так далее Это дело Только и исключительно Граждан США Меня Например Как и многих Волнует Только один единственный Маленький вопрос Что будет с Украиной И как он будет поддерживать Все Ну и соответственно Как вы думаете Будет он поддерживать Я считаю Что на сегодня Исходя из его заявлений Он Уверен В том Что он считает Что он этот вопрос Решит Как он говорит Я поговорю с Путиным Все решим Это подход Бизнес-девелопера Да Ну вот я понимаю Я знаю Что он с Путиным Ничего не решит Я это знаю Я уже говорил Об этом плане Вот я вам сейчас Изговорю план Трампа Я прекрасно его понимаю Он встретится с ним Скажет Слушай Собирай 20% А мы забираем 80% Они уйдут в НАТО Ну ты же получаешь Отличный бизнес 20% территории Это же выгодно Только Путину Не надо 20% Ему надо Вся Украина Нужна Вся Украина Это план 97-го года Который он озвучил Теперь что касается Меморандума Путина По границам Мая 97-го года Это у него точно Не получится Вот несмотря на Советский прогноз Мой близкий друг Андрей Андреевич Пионковский Он считает Даже написал об этом статью Что он поставит Путину ультиматум Трамп согласится Я думаю Что так не будет Понимаете В это вовлечено Гораздо больше сил В это вовлечено Гораздо больше Интересов Поэтому так Не получится точно Никакие страны Не демилитаризуются Это почти 15 стран НАТО Которые вступили После мая 1997-го года Так не будет Возможно На этом он себя Хребет и сломает Путин На самом деле Даже Трамп На это не пойдет В этом парадокс С Украиной Здесь могут быть варианты Я уверен Что украинскому Общественному мнению Будут навязывать Что надо пожертвовать Ими 20% территории Но проблема Еще раз повторяется Заключается в том Не в 20% Даже в процентах Которые не принимают Общественные мнения Украины А в том Что это не решение Проблемы Путин на этом Не остановится Не откажется От того Чтобы захватить Всю Украину Заставить ее Быть нейтральной Демилитаризованной И так далее Это обман Или даже самообман Вот и все Поэтому Этот план Нереализуемый Потому что На него нужна Добрая воля Согласие Путина Но мы видели Это согласие Мы видели Эту добрую волю Поэтому На самом деле Я бы не стал Драматизировать Возможность победы Трампа Американская демократия Сильнее Трампа Это факт Она была до него Она будет с ним Она будет после И все Катастрофические прогнозы Здесь не уместны Другое дело Что да Для граждан США Республиканцы Они или просто Голосуют за Трампа Важнее Первостепение Вопросы экономики Социальной сферы Борьбы с миграцией Нелегальные И так далее И с этим сделать Никто ничего не может Потому что так устроена Американская демократия Вот и все Спасибо Кстати господа Трамписты Я республиканка И Мария Захарович У меня есть к вам записка Но это не для общего Ну положите Я возьму Не-не-не Я не положу ее Потому что я принесла цветы вам И вместе с цветами Я вам передам Хорошо Спасибо Так Ну давайте Окей Не устали Не сильно устали Да нет Я потерплю Записки Я быстро на них отвечу Чтобы не затягивали Можно на ты С учетом Значит Всего Значит Статуса Тех Кто поддерживает вас С 2010 года Дисклеймер Предположительно Все здесь собравшиеся Желают Благо И всего хорошего Не только России Но и всему миру Да То есть Чтобы у каких-нибудь следователей Следственного комитета Всему миру Нет 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 Присядь на место Пойди 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 Попрос Марк Твои медийные добродетели Они в общем-то Не вызывают Ни сомнений Ни критики Ни ничего такого Ничего как вызывают Не У приличных Обзыскательных Людей Не вызывают Здесь До меня Был Значит Оратор Который сказал Ну какие же есть Механизмы взаимодействия Все-таки С теми Кто не просто Там норовит Похрумкать Там Под монитором Попкорном А тем кто готов И может Как-то вот влиять На это самое На происходящее Которые Ну скажем Которые видели Генезис Кооператива Озеро С 93-го года И которые Бодались С этим кооперативом С 93-го года Рискуя Жизнью В том числе И так далее Это Это был вопрос Да Если Вообще Ну Если Какое-то Видение Построения Вот такого Механизма Взаимодействия И Да Вопрос Да Ну собственно Вот попытка Проведения Альтернативных выборов Таким механизмом И является Потому что Я объясню Даже если Мы не уложимся В сроки Как я уже сказал Баги Или даже дырки В этом приложении Не позволят Гарантировать Анонимность Это является Первостепенным Вопросом Вопросом Безопасности То Все-таки Мы это преодолеем И на самом деле Получим механизм Взаимодействия С обществом И это могут быть Референдумы Это могут выборы Быть против парламента Чего угодно Сейчас мне это Видится более реально Почему? Потому что Ну не секрет Я поддерживаю Отношения с военными Отрядами русских В Украине Это РДК И Легион Свободы России Много чего Мы там обсуждаем Очень И такого Что я не могу Говорить Со сцены Но Еще раз хочу Подчеркнуть Что К сожалению Это не для всех Приемлем Вовлечение В военную сферу Требует Определенных Усилий И определенной Готовности Люди Не всегда Могут на это Пойти Все остальное Является Ну Планами Которые Рисуют Очень много Групп Оппозиции В эмиграции И так далее Начиная От написания Конституции До плана Переустройства России Прекрасной России в будущем Вы знаете Эту концепцию Мне все таки Кажется Нужна Прикладная В этом вещь Прикладная Начало В этом должно быть И я вижу Что выбор Механизм выборов Это и есть Этот инструмент А какой другой? Ну Есть разный Расскажите Вы Допустим 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 Создание условий Для тренировки Какой-нибудь Каких-нибудь Отрядов Нерусских Россиян На территории Европы Нет Европа Это невозможно Только в Украине Хорошо В Украине Неважно где Там я не знаю В Мозамбике За деньги Возможно все Которые 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 могут Радикально Повлиять Вообще На происходящее Ну Неконвенциональным Способом Ну Повод Повод для Того Чтобы подумать Мне пробовали Закрыть рот С 90 Давайте не будем ругаться Давайте не будем ругаться Ругаться Ни в коем случае И такой вот еще Значит Это не вопрос Это самое Марк Ты не боишься За свою нравственность Как вот человека Абсолютно никогда Не подвергавшегося Взаимодействиям Альтернативных Каких-то Ну Вернинмэнх Это Как я узнал Недавно Обязывает То есть Там 70 тысяч Таких Альтернативщиков Собираются Ну то есть Мы там увидимся Совершенно точно Что хочу сказать За мою нравственность Можете не беспокоиться Хорошо Спасибо Давайте так Договорить Чтобы не все Последний вопрос задаем Я отвечаю на письменные вопросы Все какие смогу Ну Коротко Я прошу прощения У вас Марк И у аудитории Я могу звучать Политически некорректной Помимо того Что я уже должна 5 тысяч долларов Я буквально До этой встречи Имела Ужин С одной из Украинских девушек Которых я спонсировала И привезла В Соединенные Штаты И она должна была здесь Но она не пошла Она сказала Что она не выдержит Присутствие Столько Русскоязычных людей Она не любит Фегина Она ему не верит Она сказала Как может Россиянин Живущий во Франции Приезжать в Нью-Йорк И говорить о Украине Что изменилось После того Как вы стали делать Ваши эфиры Чем вы помогли Вы помогли Поддерживаете Вы Сочувствуете Вы об этом говорили И мы все это знаем Я это прекрасно знаю Я пытаюсь Задать вопрос С точки зрения Девушки И Попросить вас о помощи Что я могу ей ответить Она сказала Что нам не нужна Поддержка Нам нужно Чтобы Фегин И все остальные Сделали так Чтобы нас перестали Убивать И вот С этой точки зрения Какой результат Вы видите И какова ваша лепта С вашей точки зрения В победу Украины Значит Не убеждайте Девушка Она имеет право На это мнение Вот Мы не можем Ее ни к чему заставить Мы не можем Доказать Свою порядочность Или добропорядочность Это бессмысленно Я кстати И не занимаюсь этим Никогда Огромное количество Хейта я получаю Из Украины Но Что это означает Я должен что Изменить свое отношение Я должен Изменить свое убеждение Сказать что Вот украинцы Не боговарные Зачем мне это делать Для чего мне это делать Это нормально То что Они так реагируют На любого Выходца из России Это нормально Не надо Ничего с этим делать Вот вы говорите Какими словами Какими доводами Вам Нужно ей ответить Чтобы переубедить Не надо переубеждать Оставьте Все нормально Мы просто Попробуем делать То что мы делаем Это все И даже если 99% украинцев Вдруг будут Против меня Это не означает Что я поменяю Свои взгляды Я много раз говорил А вот представим Вот фантастическая ситуация Это невозможно Абсолютно Но вдруг Если как в Крыму В Киев Врываются российские войска Путин устанавливает власть И вдруг Еще раз говорю Это невозможно Ну украинцы скажут Ну а что Жили и при тех И при других Ну поживем при Путина Я первое скажу Вы идиоты украинцы Вы идиоты Потому что Вы променяли Суверенитет Свободу И независимость На вот это То что вам предлагает Сосед восточный Власть российская И так далее Я с вами никогда Не скажу Что я буду против Того что вы решили Для себя Мы знаем Что этого не будет Но это же Отличный тест Отличный тест Свои убеждения Я не меняю Вне зависит От отношения Ко мне Пожалуйста Пусть меня ненавидят Но я все равно Останусь при своих Уплетениях АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ничего страшного В этом нет Никакой трагедии Нет никакой Драмы Жизнь ни на канале Ни на чем другом Не кончается Потому что Я много раз говорил Это не самоцель Это инструмент Для достижения цели Поэтому на самом деле Еще раз хочу Принянуть Даже если у меня Останется Один зритель у канала Я продолжу делать То что я делаю Я когда-то Начинал с единицы Понимаете Меня это не пугает Слушайте Я в жизни такой переживал Еще это переживу Уж как-нибудь Вопрос, да? Да, если можно Паспорт Вы знаете Слушаем вас И думаем Как жалко Что вы не можете Баллотироваться В кандидаты В президенты США Я думаю Там тоже без меня Пойдут все Слоган Кремлевского людоеда Есть Путин Есть Россия Нет Путина Нет России Как вы относитесь К тому Есть Путин Есть война И нет Путина Нет войны Потому что Путин является Единственным источником зла И вместо того Чтобы прогнозировать Еще на 5-10 лет Войну нашим партнерам И давать зеленый свет Путину Убивать украинцев Не лучше ли Просто уничтожить цель? Спасибо Я согласен С доводом С тезисом о том Что есть Путин Есть война И его отсутствие Обратное Да Имеет значение Потому что Я считаю Что в той ситуации В которой Россия находится Если вдруг не станет Путина Война прекратится Исчезнет ее энергия Ее мотор Исчезнет смысл В этой войне Для тех даже Из его окружения Которые являются Протагонистами В этой войне Для них Это все-таки Вынужденное решение Мы видели Что там разные мнения По этому поводу существуют Поэтому на самом деле Если удастся избавиться От Путина Даже в том числе Таким экзотическим способом Если его убьют То точно войны не будет Мы должны это честно Констатировать Мы должны это понимать Мы не обманываемся На этот счет Действительно Для Путина Это ключевой элемент Сохранения В том числе Его власти Помимо некой миссии Как он ее понимает Поэтому если удастся От Путина избавиться Войны не будет Вопрос как Главное это вопрос Как это сделать Понимаете Мы много можем фантазировать И поддерживать Миния Соловья Говорят Ну да он умер Это какой-то Васильевич Там слесарь из Минска И так далее Но Себя-то мы не обманываем Мы отдаем себе отчет Что власть держится На этой персональной Роль ее такова Этой персоной Что он в общем Олицетворяет собой И начало системы И личное свое начало Избавившись хотя бы Одного этого элемента Нет системы Нет войны Нет Путина Тоже нет войны Мы сумеем добиться Этого успеха Путин может умереть Например Если бы он завтра умер Вот давайте прогнозируем Ну по каким-то там Естественным причинам Все в жизни бывает Мы все под Богом То что У войны Как потеряется смысл Потому что Она нужна сейчас Тем более такая длительная Только ему Во всяком случае Будем очень надеяться Что это произойдет Как можно быстрее Микрофон Микрофон не слышно Если так Хотел бы уничтожить Кудина Они могли бы это сделать Или нет Или они просто не хотят Ответа хорошего нет Нет хорошего ответа Имеют ли они Эти возможности Наверное Мы можем предполагать Теоретически У Запада Какие-то есть Большие резервы И возможности Для того чтобы Ну что-то подобное Осуществилось Реализовалось Но я вам по-другому отвечу Они не хотят А зачем Он их устраивает Они договариваются Понимаете Не то чтобы Путин соблюдает Если договорился Я вот этого не вижу Хотя многие утверждают Нет Вот они с Бернсом Встречались Очень на 21 Он же не вышел За их рамки По-моему вышел Ну в связи с того Что мы читали Ньюс Вик Но тем не менее Я хочу подчеркнуть Что Запад Не будет этого делать Он четко обозначил Свою позицию Пока ему Со стороны Путина Нет угрозы Он не будет предпринимать Больше того Что он делает Непосредственно Прямо сейчас И поэтому Уповать на то Что Запад Рано или поздно Устранит Путина Я бы не стал Честно говоря Это явно не Рецепт исчерпывающий Все-таки Нужно полагаться На то Какой будет Армия Украины Каким будет Русское подполье Каким будут Русские военные отряды Вот это что-то Конкретное Понимаете Не абстрактное Во всяком случае Надежда на это Спасибо Не думаете ли вы Что Путин мечтает И вся Россия Мечтает Чтобы Трамп Пришел к Вальте И они сейчас Все действия Предпринимут Особенно Деньгами Чтобы поддержать Его На выборах Через биткоин Или через Самое Ну Можно Фантазировать Я думаю У Трампа И без того Хватает спонсоров Но суть не в этом Конечно уповать Так они сами Об этом говорят Они уповать На победу Трампа Там не только деньги Решают Если честно Понимаете Поэтому У Трампа Значительные сторонники В Соединенных Штатах Граждане США И Это не простая Механическая покупка Этих голосов Это конечно же Нет Другое дело Что может быть Они ошибаются Мы еще не можем Окончательно Дать ответ Может быть Действительно Приход Трампа Совсем не свидетельствует О том Что Путин от этого Выиграет И война от этого Выиграет Которую Путин Путин ведет Так что Давайте подождем Чуть-чуть До ноября Осталось не так много И увидим Тогда у нас будет Больше аргументов Говорить Что кто прав Те или другие А сейчас Это все время Столкновение в холостую Одни переубеждают Других Вот и все Посмотрим Да Ну Последний вопрос Все Давайте уже Действительно Потому что мы уже 22 часа Сейчас погонят У нас Дорогой Марк Захарович Очень хотелось бы Чтобы ваши эфиры Были услышаны Людьми из других стран Возможно ли добавить Кнопочки Синхронного перевода На ваши эфиры Спасибо Да Мы делаем Вот вы знаете Хейджем Это новое приложение Которое Должно использоваться Для перевода эфиров Мы сейчас заняты Синхронным переводом Непосредственно Прямо в эфире На иностранных вики Прежде всего На английский Там ряд других Украинский В том числе Кстати язык Это технологическая проблема Потому что Ютюб Оба студии Тяжело прикручивается Вот этот синхрон По факту Когда уже эфиры состоялись Да их можно перевести Их можно выложить отдельно Но мы хотим добиться Именно синхронно Для того чтобы люди В реальном времени В разных Так сказать Языковых группах Смотрели Ну странно Смотрели эти эфиры Это технический вопрос На это уйдет еще какое-то время Мы это сделаем Ну что Давайте последнее Приятное я сделаю У меня осталась машинка С подписью Будан Подарите нашему военному Ну пожалуйста Давайте отдадим военному Семьи военную Аплодисменты 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 АПЛОДИСМЕНТЫ